Всем привет и добро пожаловать на первое занятие по продвинутому уровню по курсу Final Cut Pro. И темой сегодняшней беседы будет мультикамерный монтаж и синхронизация видео и аудио. Но начнем для начала с разбора системы оценок за домашние задания. Как вы знаете, в школе Profile есть два типа домашних заданий. Теория и практика с теорией. Все просто. 10 вопросов, 10 вариантов ответов. Вопросов может быть больше. Соответственно, в этом случае, чем больше вопросов, тем меньше стоимости ошибки. Тем меньше вы теряете баллов в случае, если неправильно ответили. А вот с практикой система оценок перекалибрована. И шкала оценок идет не от 0 до 100%, а от 0 до 80%. Еще раз обращаю на это внимание, максимальная оценка за базовые домашние задания 80%. Поэтому, если домашние задания не предусматривает дополнительных ДЗ, то максимальная оценка это 80%. Поэтому не переживайте, если за домашку вы получили 80%, вам балл не снизили. Это максимальная оценка, которую можно получить. Почему это важно? И почему была сделана такая перекалибровка? По одной простой причине. Во-первых, есть, таким образом, остается место для маневра. То есть, место для поощрения. Если студент захочет, у него будет возможность, желание сделать дополнительные домашние задания. Еще раз, при условии, что они предусмотрены. Потому что не все домашние задания предусматривают дополнительную оценку. Так вот, если будет сделано домашнее задание, то есть возможность добить баллы до 90% или до 100%, тем самым повысив шансы на успех. С одной стороны. С другой стороны, оценка в 80% находится очень близко у опасной черты, у опасного водораздела в 75%. Напоминаю, что вам нужно будет набрать отдельно 75% за практику и отдельно за теорию. То есть, не получится сделать так, что, допустим, у вас 60% за практику, но 100% за теорию. Все равно такая оценка считается раздельной. Поэтому сертификат, увы, школа вам выдать не сможет. Если вам сертификат не нужен, то есть еще один стимул, почему можно попытаться побороться за хорошие оценки. А именно, человек, набравший наибольшее количество баллов, опять же, суммарно за теорию и за практику, получает любой курс в школе профайл по выбору этого выигравшего человека. Не обязательно из мира видео. Например, закончили этот курс хорошо, с максимальной оценкой, с максимальными процентами, и хотели пойти к Шадрину на какую-нибудь теорию искусства. Бац, пожалуйста, можете выбрать, еще раз говорю, любой курс. Есть также какие-то призы за второе, третье место или даже четвертое место. Какая-то скидка, я, честно говоря, уже не помню ее. Но на занятиях, когда мы с вами встретимся в онлайн, будет администратор, который лишний раз это напомнит. Поэтому там мы все это более детально можем разобрать. Вот, поэтому, точнее, именно поэтому была сделана такая перекалибровка, такое сдвигание в сторону 80%, чтобы, с одной стороны, был бонус сверху, с другой стороны, опасное приближение к такой красной черте. Как повторяет Мартынов, морковка сзади, морковка спереди. Вот это вот то же самое. Окей, это что касалось важной темы оценки домашек. Также еще раз должен буду сказать про, что такое своевременно присланные домашние работы. Потому что, если вы работу присылаете не своевременно, то система автоматически вычитает 20%. Но 20% не из ваших 100%, а из 80%. А 20% от 80% отправляет вас в красную зону в 64%. Поэтому очень важно прислать работу вовремя, своевременно. А что такое вовремя? Допустим, мы встречаемся с вами в 7 часов вечера по Москве. Система автоматически учитывает ваш временной пояс, ваш часовой пояс, вашу тайм-зону. И будет вычислять, допустим, если вы находитесь, не знаю, в Новосибирске, в Новороссийске, во Владивостоке, в Париже, то система будет вычислять с поправкой на ваше текущее географическое местоположение относительно 7 часов вечера по Москве. Поэтому удобнее просто сверяться. Или с началом занятия. Я не знаю, когда вы будете смотреть эту запись. Может быть, это будет 7 вечера по Москве. Иногда это бывает 6 вечера по Москве. Иногда это бывает 8. В зависимости от того, в какое время года проходит занятие с поправкой. И также на разницу в летнем и зимнем времени, которые уже не используются в России, но все еще используются, например, в Штатах. Вот. Поэтому, учитывая это все, важно прислать домашнее задание по практике до начала следующего задания. То есть, грубо говоря, первое ДЗ важно сдать до начала второго занятия. А иначе система примет карательные меры. Самый интересный момент, что учитывайте, что система ведет счет с точностью до секунды. Поэтому у вас в бэджике на домашнем задании может отображаться, что вы прислали ровно в 19.00 по Москве. Вы можете выставить претензию администрации, мол, как же так? Я вот прислал ровно в 7. Ну, во-первых, лучше присылать заранее до 7. А, во-вторых, администрация, скорее всего, вам пришлет таймстэмп из системы, который учитывает с точностью до секунды. И, скорее всего, ваше домашнее задание было зарегистрировано системой, допустим, в 7 часов вечера и 5 секунд. 0 минут 5 секунд. Этого уже достаточно, чтобы считать, что домашка сдана не вовремя. Поэтому лучше не затягивать до последнего момента, чтобы не впрыгивать в последний вагон уходящего поезда. Лучше прислать хотя бы за час, а лучше еще раньше. Для того, чтобы у вас был шанс, что вашу работу проверят на уроке. Это еще один из стимулов прислать домашку пораньше, потому что все домашки будут проверяться без исключения. Но некоторые я буду проверять на уроке, а некоторые после. Еще раз, домашки все равно все будут проверены. Просто, когда ваша домашка проверяется на уроке, то, во-первых, это удобно и вам. Вы можете задать какой-то вопрос сразу по ходу выполнения домашки. Если у меня возникают какие-то вопросы, я их задаю тут же вам. Вы даете какие-то ответы. И в случае, когда я что-то мог недопонять, вы сможете подправить мое решение. Допустим, если я думаю, тут неправильно сделано, а вы говорите, нет, нет, подождите, я имел в виду вот это. То есть всегда хорошо, когда вашу домашку разбирают на уроке. Поэтому, чтобы вашу домашку разобрали на уроке, вы должны прислать ее одним или одной из первых. А для этого желательно не затягиваются сдачи. Вот. Это что касалось домашек и такой важной части. Ну, давайте подойдем непосредственно к делу. Как я уже сказал, тема сегодняшней беседы это мультикамерный монтаж и синхронизация. Начнем мы с синхронизации, а потом подойдем к мультикамере. И я достаточно неловко себя чувствую, с одной стороны, потому что я чувствую, что я, знаете, как человек, который рассказывает анекдоты и потом пытается рассказать суть и смысл анекдота тем, кто его не понял. Почему такая аналогия? Не самые глупые люди в компании Apple старались максимально упростить эту тему. И синхронизацию видео с аудио. И максимально упростить мультикамерный монтаж. Поэтому я не встречал, наверное, ни одной другой программы, где это было бы сделано проще, чем в 10-ом Final Cut. Поэтому куда уж проще. Дальше только, наверное, надо быть полностью клиническим идиотом, чтобы не разобраться с этой темой. Но, тем не менее, опять же, это потому, что не самые глупые люди из Купертино задумали и разработали Final Cut так, чтобы он был примитивнейшим и, в хорошем смысле слова, предельно простейшим. Но, тем не менее, какие-то подводные камни все равно есть. И вот на этих подводных камнях давайте и остановимся. Как обычно, мне понадобится Final Cut и рояль в кустах. Как обычно, напоминаю, что все проекты будут храниться по умолчанию в папке Movies или фильмы на вашем компьютере. Если вы хотите, вы можете хранить их где угодно в любом другом месте. Я рекомендую хранить их на внешних жестких дисках. Особенно, если это ваши рабочие проекты. Школьные, учебные. Они не будут занимать много места. А вот реальные рабочие проекты обычно имеют тенденцию разрастаться до безумных гигабайт. И тут особенно важно не столкнуться с той ситуацией, когда Final Cut бывает у него, заходит ум за разум. И он, например, может перестать открывать вашу библиотеку или перестать открывать ивент внутри вашей библиотеки. То есть вся библиотека загружается, а какой-нибудь из ивентов нет. Поэтому, с одной стороны, лучше не допускать разрастания библиотеки. Но, с другой стороны, все-таки я обычно выделяю целиком диск под проект А, проект Б, проект С. Если, опять же, проект достаточно большой. Если маленький проект, то можно иметь просто рабочий диск. Просто не хранить это все внутри вашего компьютера, ноутбука. Просто потому, что обычный размер вашего SSD диска, жесткого диска, не такой большой. Поэтому, к чему я это говорю? К тому, что в рамках занятия я всегда буду хранить это в папке Moves. Но это нерекомендованный способ для реальной работы. В реальности лучше хранить это на внешнем диске. Окей. У меня, как обычно, запущен Final Cut. Раэль в кустах. Я сделаю новую библиотеку. И назову ее... Lesson 1. Также прилагаемые материалы к уроку лежат в папке, которую, надеюсь, вы скачали. Папка Lesson 1. Сначала меня интересует папка Audio Sync, где есть четыре вот таких вот файла. И тут у меня волшебным образом появляется колонка, которая не видна, но так она будет видна. Зачем мне колонка? Для того, чтобы просто показать, и чтобы мы услышали это, отличия в самих файлах. Файлов, как я сказал, две штуки, две пары. Видео и отдельно записанное аудио для первого и для второго. Что мы здесь должны услышать? Тетушка что-то вещает, но фоновый шум настолько сильно все забивает, что ее слышно с трудом. Соответственно, в таких условиях отдельно записан чистый звук, только с голосом тетушки, на петличку, на направленный микрофон, неважно. Совершенно другая история. То есть, гораздо более чистый звук, лучше слышен, без фоновых шумов. Фоновые шумы небольшие есть, но совершенно не сопоставимо с тем, что мы видели в видеофайле. Ну и второй набор такой же. Просто продолжение интервью с этой тетушкой. Я, кстати говоря, переименую ивент, назову это аудиосинг. И туда это импортну. Я не буду импортировать это в режиме, собственно, импорта. Я оставлю эти файлы в режиме leave in place. Для этого, если вы были на базовом уровне, вы это помните. Если вы не были, то я лишний раз порекомендую вам прогуляться в настройки импорта и убедиться, что галка leave file in place у вас включена. Опять же, почему? Потому что по умолчанию галка стоит в режиме copy to library. И это будет приводить к тому, что библиотека будет разрастаться в размерах. Важный момент, и опять же, мы это проходили на базовом уровне, но я, тем не менее, должен повторить, что для рабочих библиотек, вообще рабочих моментов, я рекомендую также держать эту галку в режиме leave files in place. То есть не хранить ничего в библиотеке. Библиотека и так будет засираться по мере того, как вы будете работать больше и больше в Final Cut, но с помощью галки copy to library она будет разрастаться в размерах молниеносно. И, к сожалению, чем больше библиотека, тем больше шансов, что она накроется медленным тазом в один прекрасный день, что неоднократно было уже пройдено на личном опыте. Поэтому желательно исходники хранить отдельно. Как? Мы это разбирали на базовом уровне, но мы на продвинутом уровне отдельно будем проходить тему медиа менеджмента, где будем разбирать тему консолидации и вот это вот все. Поэтому мы отдельно на это остановимся. А сейчас проверьте, что у вас включена галка leave files in place. Да, особенно напоминаю, что в школе профайл есть ограничения на размер присылаемых файлов домашних заданий. Поэтому если вы включите галку copy to library или забудете ее переключить в режим leave in place, то ваша домашняя работа, библиотека с вашей домашкой просто не пролезет на сайт школы в форму отправки домашнего задания. Поэтому, пожалуйста, сделайте это. Дальше. Несмотря на то, что пока еще мы не дошли до темы мультикамера, а говорим просто про синхронизацию видео и аудио, раз уж мы уже в настройках, чтобы два раза не вставать, проверьте, что в закладке playback у вас выключена галка create optimized media for multi-cam clips. Поскольку тема сегодняшняя мультикам и по умолчанию эта галка включена. Вообще эта галка включена с благими намерениями, то есть вообще она хорошая. Почему? Потому что, например, вы снимали на айфон или снимали с двух айфонов. У вас популярный, допустим, видеоблогер ведет винный блог и у вас два айфона. Айфон обычно, особенно если это современный айфон, какой-нибудь там айфон 11, XR Pro и так далее, он снимает в кодеке H.265, которые очень сильно компрессированы. Если с одним потоком, с одной камеры машинка еще более-менее справляется, то если у вас особенно не последние свежести ноутбук, то, увы, два потока, особенно с последних айфонов, он может не потянуть в мультикамере. Поэтому галка, в принципе, вот эта предназначена для того, чтобы решать эту проблему путем того, что она генерирует оптимизированные медиа в кодеке ProRes 4.2.2, который достаточно легко воспроизводит с машиной и, собственно, машина может монтировать два, три, иногда четыре потока в зависимости от того, насколько быстрый у вас диск, на котором все это хранится. Но почему же я тогда рекомендую эту галку сейчас выключить? Как же, Дима, ты вроде сам себе противоречишь, получается. На самом деле нет. И сделано это именно из-за все тех же самых ограничений, которые есть у школы. То есть, если эту галку оставить включенной, то в момент импорта файлов они будут оставаться за пределами библиотеки. Но при создании мультикамеры Final Cut сконвертирует исходники в ProRes и положит их внутрь библиотеки, что нам не нужно в данном случае. Но еще раз повторю, если вы работаете уже над реальным проектом и ваша машина не тянет, возможно, для вас это будет спасением. А может быть и нет, поскольку я настоятельно рекомендую использовать прокси в Rockflow. Поэтому, если вы генерируете прокси, вам эта галка тоже не нужна. Поэтому тут нужно уже смотреть, какой конкретный технологический процесс вы используете. Также, значит, еще раз, эту галку мы отключаем. Помимо этого, галка Background Render. Фоинвый рендер. Та же самая история, та же самая логика. Сама по себе галка классная и удобная в том случае, если у вас особенно не сильно мощная машинка. Но, учитывая, что вам потом сделанную домашнюю работу придется отправлять и загружать на сайт профайла, то вы можете легко превысить лимит присылаемых файлов. Библиотека может легко вырасти за 300 мегабайт допустимых. И все, вы не сможете ее отправить. Поэтому, именно для школьных проектов я настоятельно рекомендую отключать Background Render. Поэтому еще раз проверяем. Галка Background Render выключена. Галка Create Optimized Media выключена. Галка или кнопка Copy to Library переключена в режим Leave Files in Place. Все. Вот сделана подготовительная работа. Можно безболезненно импортировать исходники. Итак. Какой изначальный способ до того, как появилась функция синхронизации, какой изначальный способ народ использовал? Создается компаунд клипы и дальше визуально на глаз подгоняется видео относительно аудио. Еще раз. Это нерекомендованный способ. Но, увы, иногда к нему приходится прибегать в сложных случаях, когда настолько было все плохо снято и звук плохо записан, что чистовой, что черновой, что вот Final Cut отказывается синхронизировать. Поэтому я сейчас немножко хочу такой исторический экскурс сделать, как это выглядело до появления функции синхронизации видео-аудио в старых версиях Final Cut. В старых все еще не в седьмом еще Final Cut, уже в десятом, но до того, как появилась галка Synchronize Clips. Увы, приходилось выделять их попарно. Первый, допустим, со второй. New Compound Clip. Допустим, называть это Anna1. Допустим, Sync в каком-то ивенте, или в лучшем случае даже откладывать, если исходников много. В моем случае здесь четыре исходника. Не о чем. Но если исходников было там 44, 144 файла, то тогда лучше готовые отсинхроненные компаунды, а это компаунд, откладывать в отдельный ивент. Ну, поэтому назову его так. ОК. И вот Open in Timeline. Да, сейчас компаунд сделался из двух клипов последовательно, но приходилось вот так вот раскладывать. Более того, приходилось переключаться в увеличенную таймлинию и триммингом подгонять так, что она по звуку должна была бы совпадать. Сейчас я даже не вижу... А, вот здесь вроде похожие пики. То есть, ориентируюсь примерно по похожим холмам и долинам. Да, вроде вот так, вроде вот как сейчас. Вроде попадаем. Но, еще раз, это старый дедовский способ. И в современности, если есть возможность, то к нему лучше не примегать, потому что никакого особого выигрыша мы таким образом не получаем. То есть, ну, тупая ручная работа. Если есть желание, лучше уж тогда взять лопату и пойти огрод копать, если нам нужна тупая ручная работа. Тем более, что, все-таки, в Final Cut есть новые современные инструменты, которые позволяют это не делать. Но, почему же я тогда про это рассказываю? Увы, на практике вы можете столкнуться с многими случаями, когда вы работаете с человеком, скажем так, старой закалки, таким достаточно консерватором, который до сих пор использует такой способ. Просветите его о том, что на дворе 2020 год и изобретены уже более современные инструменты работы с синхронизированными клипами. Так вот, давайте посмотрим, что это за более современные инструменты. Для этого я сделаю то же самое и синхронизацию. Да, кстати, забыл, в старом способе, когда вы нашли синхронизацию, то первое черное поле уже можно спокойно грохнуть, чтобы спокойно и картинка, и превьюшка поменялась, чтобы не было черным полем, и начиналось с полезного материала. А в идеале, поскольку вначале здесь нет чистого звука, то лучше его тоже подрезать так, чтобы он не выступал за границей, как поначалу, так и по концу. Все, вот это подготовленным старым дедовским способом синхронизированный клип. Новый способ включает в себя автоматическую синхронизацию на основании каких-то некоторых критериев. А именно, давайте, пока не буду убивать, давайте я на второй паре клипов сделаю эту самую синхронизацию. Выделяю клип Анна 2, Анна 2, соответственно, видео и аудио. Предвижу ваш вопрос, а есть ли у меня там 140 таких клипов, можно ли обработать их скопом? Чуть позже отвечу на него. Там есть маленький подвох, к сожалению. То есть, короткого ответа «да» дать не получится. Там «да», но с нюансом. Окей, поэтому я пока сделаю на второй паре. И команда Synchronize Clips. Обратите внимание, что по неизвестной для меня логике команда Synchronize Clips находится в меню клип. Почему эта логика мне кажется странной? Ведь, ну да, клипы, я их синхронизирую клипы. То есть, логично, что это должно быть в меню клипс. Но фишка вот в чем. Результат работы этой команды приводит к тому, что создается новый объект, который называется синхронизированный клип. То есть, это прям такое название у него. То есть, это не компаунд. Это близкий родственник компаунда, но это все-таки не компаунд. Это Synchronize Clip. Так вот, поскольку создается новый объект, как и компаунд, то мне кажется, что команда Synchronize должна была бы располагаться в меню файл. Напомню, почему, например, команда Compound Clip и Multicam Clip находится в меню файл, потому что выполнение этих команд приводит к тому, что создается новый объект в ивенте. Почему команда Synchronize Clip находится здесь? Логика здесь буксует. Мне кажется, что, опять же, она здесь не по месту. Но, тем не менее, команда есть, поэтому что делать? Также обратите внимание, что по факту мы относим... Сейчас, давайте... Я здесь пока нажму Cancel. Если вы уже успели попасть в это окно, не нажимайте Cancel. Я просто хочу продемонстрировать, что команда Synchronize Clips имеет ту же самую букву G в названии, в названии горячей клавиши. Но в слове Synchronize Clips нигде буквы G нет. То есть косвенно это такая отсылка к тому, что все-таки Synchronize Clips создает такой особый тип группы. Если вы помните, на базовом уровне мы разбирали, что есть разные группы в файл-кате. Есть secondary storyline, compound, мультикамерные группы и синхронизированные клипы. Так вот, сегодня мы как раз дойдем до вот этих вот других двух типов групп синхронизированные клипы и мультикамера. Окей. В окне, в котором мы создаем синхронизированный клип, есть несколько опций синхронизации. И, ну, понятно, что нам нужно указать, как этот клип будет называться. Но я назову его N2 Sync. Причем, обратите внимание, я называю его так же, но иконка у клипа будет отличаться, показывая, что это не просто compound, это уже синхронизированный клип. Хотя, по виду и по функционалу он будет вести себя так же, как обычный compound. В каком ивенте хранить? Audio Sync. В принципе, тут без фантазии. Начальный тайм-код я обычно рекомендую оставлять его от нуля, когда имеет смысл его менять. Например, если вы писали лекции, и какие-нибудь преподаватели долго вещают, то, и, допустим, лекция была, там, первая лекция по, не знаю, по математике, вторая лекция по физике, третья лекция еще какая-то, то тогда можно менять им начальный тайм-код при условии, что они были, допустим, там, меньше часа. То есть, первая лекция начинается с часа, вторая с двух, третья с трех, неважно, если они были короче. Проблема в том, или проблема, а это было бы важнее, если лекции были бы длиннее двух часов. Тогда нужно просто для себя установить этот интервал и начинать следующий начальный тайм-код со следующего часа. Допустим, лекция длилась полтора часа, соответственно, следующая лекция начнется с тайм-кода три часа. Опять-таки, для чего это бывает удобно, если вдруг вам потом понадобится расположить все лекции на тайм-линии, выровняв их по порядку следования, тогда по тайм-коду они будут удобно организованы. Есть и другие применения, но это одно из самых таких популярных народных применений начального тайм-кода, хотя исторически там были другие причины, почему было важно задавать начальный тайм-код. Далее, это все нюансы. Самая, наверное, если не главная, то самая популярная галка это Use Audio for Synchronization, использовать аудио для синхронизации. Как следует из названия Final Cut просто прислушается к тому, какой звук в одном файле, какой звук в другом файле, и он как человек на слух синхронизирует видео с аудио. Вот то, что я до этого делал визуально, ориентируясь по пикам, то же самое сделает Final Cut, но в автоматическом режиме. Опять-таки не стоит переоценивать эту функцию. Она, конечно же, классная, но она не магическая. То есть у меня была ситуация, когда мой знакомый решил снимать в ночном клубе. Уже сразу потенциально стрёмная идея. Так вот, там был какой-то танец брейк-дансеров, я не знаю, dance battle или что-то такое. В общем, не знаю. И понятное дело, что ночной клуб – это что? Это орущая музыка, это совершенно кошмарная акустика, совершенно не приспособленная для записи звука. Тем более этот звук не пригоден для последующей синхронизации, потому что тут кто-то рядом с камерой орёт, тут кто-то рядом с рекордером орёт. Это два разных человека. Поэтому, сокращая эту историю, этот звук использовать не удалось в тот раз. Поэтому оценивайте реально свои возможности по записи. И если, опять же, вы пишете в шумном месте, есть очень большой шанс того, что аудио не удастся синхронизировать. Но, опять же, вы, допустим, записываете звук на морском берегу каком-нибудь, и у вас петличка на актёре висит, но она пишет один звук, а камера, которая стоит там с морского берега, она пишет немного другой звук. Поэтому магия может и не произойти. Поэтому, помимо того, что мы надеемся, сейчас посмотрим, сработает галка или нет, есть и другие опции синхронизации, которые находятся вот в этой кнопке. Почему я так детально на этом останавливаюсь? Потому что похожие опции будут и при создании мультикамеры. Поэтому мы к ним еще вернемся, но уже сейчас неплохо бы с ними познакомиться. Галка Disable Audio Components for AV Clips означает, что если эта галка включена, то исходный грязный звук с камеры, вот с этим эхом, с шумами, с криком посетителей в этом кафе будет выключен. Очень важный момент. Он будет выключен, он не будет удален. Галка называется не Delete Audio, а Disable Audio. То есть просто отключить аудио, но оно останется на клипе. Если вдруг вы потом передумаете, вы всегда сможете обратно его включить. Это важный момент. То есть аудио не удаляется совсем. Поэтому обычно эту галку имеет смысл отключать, потому что практически всегда при нормальной записи вы хотите использовать чистый звук с петлички, с рекордера, откуда угодно. Но в некоторых случаях некоторые звукорежиссеры предлагают или предпочитают подмешивать чуть-чуть грязненького звука, чтобы создавать все-таки такую атмосферу. То есть все-таки шумы посетителей в кафе, они тоже могут быть нужны. В этом случае, возможно, вы захотите оставить эту галку включенной, точнее, пардон, выключенной, чтобы сам Final Cut оставлял грязный звук с камеры, а потом вы могли его делать тише, громче. Я пойду другим путем. Я все-таки выключу звук. То есть тут получается такая обратная логика. Я включаю галку, чтобы выключить звук в синхронизированном клипе. Поэтому у меня сейчас звук с камеры, грязный звук, будет отключен. Но я потом покажу, где его включить. Дальше. Параметры настройки видео и аудио. Мы более детально с темой кодеков, прореза и так далее будем разбираться над делом занятий. Но я все равно сейчас нажму кнопку Use Custom Settings, которая влияет не на или не столько на синхронизацию. Тут есть опция, которая управляет синхронизацией. Но в основном это настройки вновь создаваемого клипа, вот этого синхронизированного клипа. Какие параметры будут у этого клипа. В частности, размер кадра, частота кадров. Вот это вот все. Но эти параметры Final Cut считывает из видеофайла, который я уже выделил. Поэтому в этом случае Final Cut настраивается автоматически и проблем никаких с этим быть не должно. Поэтому только если в том случае, если вы уже попытались сделать синхронизированный клип и обнаружили, что Final Cut неверно угадывает параметры видеоклипа, он их меняет, может не угадывать частоту кадров или размер кадра, что в случае с синхронизированным клипом бывает очень редко. Вот тогда вы можете зайти и поменять прям вручную, задать ему какие параметры у этого клипа должны быть. А так, обычно я не рекомендую выбирать что-то другое, кроме стандартных настроек, автоматических настроек. Есть одно исключение. Это кодек рендеринга. Опять же, я сейчас, как сказал, не хочу забираться в эту тему, потому что мы будем отдельно разбирать отличия прореза, прорез ЛТ и так далее. Более того, если вам горит и прям нужно знать уже сейчас, то у нас есть Live Class, где я детально разжевываю тему отличий между этими кодеками семейства прорез. Но в двух словах обычно можно оставить этот кодек, который выбран по умолчанию. Другое дело, если вы чувствуете, что место на диске поджимает, то можно выбрать кодек прорез 422LT. Хоть он и является сокращением от слова light, облегченный, его качество выше крыши хватает с запасом. Но, как я уже сказал, обычно я рекомендую оставить кнопку этих кастомных настройок в автоматическом режиме, чтобы Final Cut подстраивал вновь создаваемый клип под первый брошенный видеофайл, который мы выделили. Да, еще один момент. Опция синхронизации. По каким критериям Final Cut будет понимать, что видео и аудио должны синхронизироваться между собой? То есть, что у них будет общего? Автоматик – это означает, что Final Cut сам выберет один из этих четырех пунктов. То есть, важный момент. Хоть пунктов в меню 5, на самом деле их 4, потому что автоматик – это выбор одного, одного из этих пунктов. Что за пункты? Ну, если ваша камера и ваш рекордер, то очень важно, что они могли писать общий тайм-код, то это самая лучшая опция. Вот, идеальная. Но обычно, если это внешний рекордер, то, допустим, вы писали на айфон, айфон не умеет принимать тайм-код от рекордера, не умеет с ним синхронизироваться так, чтобы был и там, и там одинаковый тайм-код. Поэтому это опция, скажем так, для профессиональных решений, для профессиональных камер, для профессиональных условий записи звука. Поэтому в домашних условиях чаще всего это не применимо. Content Created, то есть дата съемки, чуть лучше, точнее не чуть лучше, а чуть ближе к реальному пользователю, менее точные, менее профессиональные, чем тайм-код, но тоже сгодится. Start of first clip – это, как этот и следующий пункт, это ручное решение, когда ни по звуку, ни по дате съемки, ни по времени съемки Final Cut не может никак подогнать, не получается и все, что ты будешь делать? Тогда можно просто поставить входную метку или Selection Start на одном клипе, на втором клипе или просто маркер. Я обычно ставлю белый маркер, а здесь я не могу поставить белый маркер, иначе я просто ставлю маркер и называю его Sync, это будет точкой синхронизации. Но опять же, First Marker – это самое последнее прибежище, вот когда автоматическая синхронизация по звуку или по тайм-коду не срабатывает, или если она не срабатывает. Но окей, предположим, что у меня я все-таки выберу здесь автоматическое решение и здесь Use Automatic Settings, потому что в данном случае я знаю, чем закончится, я уже пробовал синхронизировать эти клипы, и они синхронизируются без проблем. Окей, нажимаю ОК, Final Cut пошуршал, пошуршал. Обратите внимание, создается такой же клип, как Compound, открывающийся, точнее, с иконкой двух колечек, такой свадебный клип, на самом деле, это, конечно, такая цепочка, обозначающая, что эти клипы связаны, сцеплены между собой. Если его двойным щелчком открыть, то открывается он на тайм-линии, как обычный Compound. И вот, давайте даже приключить в режим отображения waveform, видно, что здесь прям даже по пикам они совпадают здесь, здесь. Более того, если я хочу посмотреть, как это звучит, я специально могу здесь звук увести вообще в тишину. И давайте послушаем, попадает ли синхронизация или не попадает. Попадает, то есть проблем нет. То есть мы чистый звук приоттачили, снизу приконнектили к грязному звуку с камеры. На всякий случай, Command-Z проверяю, как это звучало до этого. Плохой звук остался сверху, на базовом, на Primary Storyline. Но вот это вот сравнение, которое я сейчас сделал довольно варварским способом, можно сделать и даже лучше сделать чуть проще. Использую инспектор. И в инспекторе на закладке Audio уже непосредственно на самом клипе. Есть вот такая Audio Configuration, куда-то он уехал вниз. И вот они здесь, эти два канала. То есть я даже могу не заходить в этот клип, я даже могу просто сделать новый проект, новый пустой проект, чтобы точно отсюда из таймлинии это все ушло. Допустим, назовем это Test. Все. На таймлинии ничего нет. Но при выделении клипа в Event-браузере, вот этот клип загружается в инспектор, и вот его Storyline. Это базовый трек, это грязный звук. А вот Connected. Вот теперь, надеюсь, понятно, почему один называется Storyline, а другой Connected. Потому что один тот, который на Primary Storyline, это основной звук. Connected – это чистый звук, добавленный снизу. В любой момент времени я могу открыть каждый из них, послушать, вот как грязно звучит. Вот как чистый. Если мне нужно вдруг по каким-то причинам вернуть обратно, чтобы и грязный звук тоже звучал, я включаю и... Может быть, не настолько громко, а может быть, я могу там зайти внутрь уже самого этого синка и чуть-чуть его сделать, чтобы он просто небольшим фоном звучал. Но думаю, что концепция ясна. Обычно мы заканчиваем вот на этом, то есть побросали все клипы и синхронизировали вперед. Причем, обратите внимание, что главное отличие вот этого Compound от синка в том, что в синхронизированном клипе есть доступ, не заходя внутрь этого синхронизированного клипа есть доступ к его отдельным дорожкам. В Compound, увы, такого нет. У нас есть просто звук от Compound клипа суммарный и все. Послушать его. То есть до тех пор, если мы говорим про Compound, до тех пор, пока я не войду в Compound, я не смогу отключить ненужную мне грязную дорожку. А вот с синхронизированным клипом я это могу сделать, даже не попадая, не заходя внутрь каждого синхронизированного клипа, что удобно. Дальше. Отвечаю на вопрос, могу ли я выделить все клипы скопом, прям всю пачку клипов. Давайте даже так сделаем. Эти клипы я удалю. Могу ли я все 150 клипов выделить и засинхронить? Ответ, к сожалению, вроде как да, но на самом деле нет. Давайте посмотрим, что получится. Вот у меня будет два видеоклипа, два аудиоклипа. Казалось бы, он позволяет это делать. использовать аудио для синхронизации, выключить аудио у уже синхронизированных клипов. Окей. Пошуршал и вроде что-то сделал. Но, к сожалению, если я его открою, то я увижу, что фигню какую-то он сделал, потому что да, он меж собой их синхронизировал и вроде даже, если попытаться посмотреть, вроде даже попал. Ну-ка, если здесь я сделаю. Silence в этом клипу сделал, у этого просто выключил. Слушаем. Тут попал. Так, а теперь вот этот с этим выключаем. А этот включаем. И тоже у базового клипа я сделаю Silence. Напомню, если вы не были на базовом уровне, где я, собственно, рекомендовал эту команду, в меню Modify есть команда Adjust Volume. И на моей раскладке я на клавишу Command S, которая не задействована по умолчанию, потому что в Final Cutе нет функции сохранить, он сохраняет все постоянно, поэтому клавиша Command S осталась не у дел. Так вот, второе рождение клавиши Command S, горячие клавиши сохранить, можно дать, если повесить ее на команду Silence Command S. Очень удобная вещь. Так вот, собственно, ею я и пользуюсь. Смотрим, что получилось со вторым клипом. Да, то есть синхронизация все-таки выполнена, то есть для группы клипов, но нельзя ли как-нибудь ему сказать, дорогой Final Cut, а не можешь ты раскладывать эти клипы в индивидуальные синхронизированные клипы? Это что касалось такой групповой обработки или, в частности, невозможности этой групповой обработки. Хотя, опять же, вся синхронизация выполнена, но вы можете вручную попытаться просто растащить эти клипы один и за ним другой. Как-нибудь в хвост это все оттащить и бросить. Например, как-то... Ой, ну не так, конечно. А вот, например, вписать это на Primary Storyline. Пом. Что-то не вписывается. Пом. Ну вот так вот. Почему-то клавиша не сработала. Вот. Но тоже не уверен, что это будет решением проблемы, поэтому приходится мириться вот с тем, что есть. Ок. Это что касалось аудиосинхронизации. Давайте подойдем к работе с мультикамерой и с мультикамерным монтажом. Для начала нужно дать определение, что такое мультикамерный монтаж или что такое мультикамерная ситуация. Это ситуация, в которой несколько камер, две, три или более, снимали одно и то же событие в одно и то же время, но с разных сторон. Очень важно, что должно выполняться вот это вот условие, этот фактор одновременности. То есть это событие должны были видеть все камеры, которые входят в мультикамерную группу. Например, если, предположим, у вас съемка, не знаю, концерта какого-нибудь, у вас четыре камеры. Три камеры снимают сцену, певцов, музыкантов на сцене, а четвертая камера в этот момент ушла в гримерку, то, опять же, такую ситуацию мы не можем считать мультикамерной. То есть у нас будет мультикамерная, но уже для трех камер. Почему? Потому что четвертая камера, которая ушла в гримерку, теряет момент единственного места и времени. То есть она гримерку могла подснять до или позже, раньше или позже, в любой другой момент времени. То есть теряется точка синхронизации, потому что четвертая камера видела что-то, что видела только она. Другие три камеры, то, что видит четвертая камера, не видели. Да, возможно, что они могут быть прикурены. То есть оператор может спокойно гулять, на камерах общий тайм-код. Но, тем не менее, даже то, что было отснято в гримерке, нам сейчас не помогает. Ну, кроме каких-нибудь спортивных мероприятий или какого-нибудь там телешоу, где важно переключаться между действием, проходящим в тот же самый момент, но в другом локейшне, какого-нибудь реалити-шоу, тогда там другой калинкор. Но, опять же, чисто формально по определению, в моем примере четвертая камера уже не является камерой в мультикамерной группе. Потому что она снимает что-то, что не видит остальные камеры. Давайте посмотрим, как это можно реализовать на практике. И для этих целей я сделаю отдельный ивент, назову его «Multicam Basic». И сюда импортирую два клипа, которые лежат у меня и ждут своей очереди в папке «Multicam». Обратите внимание, что остальные клипы пока что импортировать не нужно. Меня интересуют только вот эти два файла. Так вот, у меня здесь два файла – камера А и камера Б, которые, собственно, и являются, не поверите, камерой А и камерой Б. То есть это мультикамерная ситуация, где одно и то же событие, диалог этих двух людей, видела две камеры в одно и то же время, но с разных сторон. И это подводит нас к вопросу, а как выполнить синхронизацию этих камер? То есть какие вообще общие опции возможны? Сначала я хочу показать тоже старый дедовский способ, как не стоит выполнять синхронизацию. Хотя, как и в случае с синхронизацией видео и аудио, иногда приходится откатываться к этому способу. А именно, тоже сделаю даже так новую сразу тайм-линию. Назову ее «Bad Choice». Плохой выбор. Плохой выбор именно мультикамерного решения. Почему? Сейчас будет понятно. Тут Final Cut не совсем угадывает с настройками, но я даже не хочу на эту тему заморачиваться. Мне важно показать. Потому что я все равно не буду долго на этом останавливаться. Так вот, временно отключу инспектор. Включу показ аудио. Примерно так вот на глаз подгоню. Где-то вот они даже эти холмики здесь. Вот даже по хлопушке я тут примерно синхронизируюсь. Ну, типа, вот как-то так. А дальше, типа, буду проходить в верхней камере блэйдом, лезвием, чем угодно, горячей клавишей, разрезать эту историю. Причем, не важно. Я сейчас прохожу в верхнюю камеру и разрезаю. Но минус такого способа, хотя тут миллион минусов, но еще один минус к этому миллиону. Потому что для того, чтобы разрезать эту камеру, мне приходится каждый раз в нее сначала кликать, потом разрезать. Кликать, потом разрезать. Потому что, опять же, иначе она, если я ее не выделю, будет разрезать клип на Primary Storyline. Так вот, сейчас тоже покажу, как это обойти, но это все равно не самое оптимальное решение. Все равно. И дальше народ просто выключает вот эти фрагменты. И вот типа получается мультикамерный монтаж. Вроде как мультикамерный монтаж состоялся, но это фигня на постном масле, а не мультикамерный монтаж. Такими нечеловеческими усилиями можно просто задолбаться и закопаться в таком монтаже. Поэтому это неудобный, неэффективный, в общем, какой угодно, но только не мультикамерный монтаж. Кстати говоря, допустим, предположим, сейчас я отменюсь все. Здесь Command-Z, 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 Command-Z. Допустим, по каким-то причинам вам нужно монтировать именно так. Ради бога, не проблема. Не заходит вам мультикамера или у вас есть какие-то свои объективные причины, чтобы не использовать мультикамерный монтаж. Хорошо. Тогда что я рекомендую делать? Расположить эти камеры по-другому. То есть не камеру A и сверху приконнектить камеру B, а расположить камеру B, C, D и так далее под этой камерой. Возникает вопрос, почему. Ответ очень простой. В этом случае вы сможете переключаться между камерами, точнее нарезать камеры, не выделяя каждый раз нужную камеру. Вы просто будете прорезать дырки в камере A и сквозь них будет проглядывать камера B. То есть я могу пройтись вот так, нажать комнату. Просто B здесь, B тут, B вот тут. Потом выключить эти фрагменты здесь, здесь. То есть ровно то же самое, что я делал до этого, но в обратном порядке. Исключение в том, что у меня теперь нет необходимости каждый раз выделять камеру A, потому что она автоматически выделена. Более того, какое еще преимущество у такого способа? Хотя еще раз, я рискую быть занудливым. Я повторю, что это не оптимальный способ. Пожалуйста, не делайте так, если у вас на этом нет каких-то прям явных причин. Но преимущество этого не самого оптимального способа все равно в том, что если вам потом нужно поправить мультикамеру, давайте маленький хвостик отрежу здесь. Как будто бы это у меня старый способ. Если бы я нарезал мультикамеру вот таким способом, то помимо того, что я ее вот так вот должен выделять каждый раз, я не могу ее триммить. Потому что мне пришлось бы, даже если возьму тримминг, хотя так я могу триммить, но дальше, если начинаю ее подрезать, то вот, собственно, и вылезает ситуацион-катастрофик, что дальше идет рассинхрон или что-то куда-то что-то сползает. У этого способа никаких проблем не возникает. Я всегда могу в тримм войти и смещать склейки, оставаясь в синхроне с другой камерой, с камерой B. Опс, только важно, чтобы все-таки я схватился ровно за склейку. Кстати говоря, вот эту особенность мы увидим и в нормальной, в человеческой мультикамере, а не вот в этой вот поделке, которую я тут показываю. Но, тем не менее, почему же я показываю? Потому что вы тоже можете столкнуться со старыми ретроградами, которые используют вот такой способ монтажа и гордятся этим. Поэтому, если вы сами относитесь к таким ретроградам, то сообщаю вам, что на дворе 2020 год и есть более удобный. способ мультикамерного монтажа. Более того, последний минус, который для меня является просто финальным гвоздем в гробу этого режима работы, вот он-то. Взял слегка, смотрел в окно, взял, подвинул вторую камеру и понимаю, что она у меня теперь в рассинхроне. Все, привет. Ничего уж не поделаешь. Все, весь синхрон пополз. Это у меня только одна камера, она не разрезанная. А если она была бы разрезанная, то пипец. Там потом концов не найдешь. Поэтому в топку этот дедовский способ удаляем вообще с негодованием. Хорошо, а какой способ более правильный? Для этого как раз нам нужна мультикамера. Для этого мы выделяем камеру A и камеру B. Правой клавишей New Multicam Clip. Эта же команда есть в меню File. New Multicam Clip. Где нас ждет ответ на несколько похожих вопросов, которые мы уже видели в режиме синхронизации видео и аудио. Да, я переключусь в автоматический режим, который практически ничем не отличается от того, что мы видели с видео и аудио. Более ручной режим, там чуть больше настроек, но они примерно похожи. Так вот, сначала автоматический режим. Назову его Monk. Почему Monk? Да так, Monk Dialogue. Потому что этот кусок из реального сериала Monk, который шел по телеку, он даже был в России, даже показывался по-моему на телеканале MTV или каком-то таком, не помню. Вот прикольный сериал. Он даже шел у нас в переводе «Дефективный детектив». Такой забавный перевод. Так вот, эта сцена оттуда. Диалог Monk со своим доктором Грёгером. Кстати, этот актер нет, это вот второй умер в середине съемок, что тоже было печально. Так вот, неважно. Создаю новый объект. Пока что в автоматических настройках, то есть я не нажимаю кнопку «Use Custom Settings». Проверяю, что включена галка для синхронизации, потому что в этих клипах у нас есть звук, как вы видели, и Final Cut будет прислушиваться к этому клипу. Нажимаю «Ок». Что-то сгенерил. Обратите внимание, что иконка у него отличается… Я уже успел здесь удалить компаунд, но я думаю, что вы все знаете, как выглядит иконка компаунда. А вот иконка синхронизированного клипа, цепочка. А вот иконка мультикамерного клипа. Четыре таких квадратика в рамочке. Сейчас будет понятно, почему. Дальше я этот мультикамерный клип бросаю на таймлинию. Опять же, поскольку таймлиния уже была настроена под один из исходных клипов, то никаких вопросов не возникает. Если бы вы еще до этого не проделали, то сейчас у вас возникнет… должно возникнуть окошко с выбором формата таймлинии, где я просто рекомендую согласиться с тем, что предлагает Final Cut. Нас особенно параметры настройки таймлинии или проекта не волнуют. Окей. И что же произошло? Произошла какая-то непонятная вещь. Я ожидал, ну сейчас немножко лукавлю, но я ожидал, что здесь будет две камеры. Какая же это мультикамера, когда у меня на таймлинии лежит один клип? Так в этом-то и фишка. В этом-то и главный кайф мультикамеры в том, что она защищает мультикамеру, вот эти две камеры. А если их было бы три-четыре, было бы еще лучше. От случайного сдвига пользователем. То есть я не могу одну из камер сдвинуть просто от балды, потому что я вот в окно смотрел и мышкой что-то подвинул. То есть у меня гарантированно будет сохраняться синхрон. Это, конечно, замечательно. А как же камеры нарезать? Как добиться этого? Все очень просто. Для этого мне, правда, придется сводить место на экране. Если у вас какой-нибудь iMac 4K или 5K, вам этого делать не нужно. Но у меня, поскольку разрешение монитора FullHD, мне придется провести такой housekeeping. Немножко очистить место на экране. В частности, выключить браузер. Потому что браузер мне пока не нужен. Mawr сделал свое дело. Mawr может уходить. Я все клипы, которые хочу использовать, уже положил на тайм-линию. Поэтому я прекрасно без него могу обойтись. Но что я взамен включу? Почему я выключал браузер? Я включу здесь в команде view команду angles. Обратите внимание на горячую клавишу. Command-Shift-7. Она, с одной стороны, не интуитивна. С другой стороны, почему-то она достаточно легко запоминается. Я не знаю почему. Может быть, потому что она находится в центре цифрового ряда клавиатуры. И как-то я запомнил, что вот жми в серединку. Command-Shift-7, Command-Shift-6. Не знаю почему, но запомнился она мне. Поэтому Command-Shift-7 открывает. Вот такое дополнительное окошко, где, собственно, представлены эти две камеры. Камера А, камера Б. И дальше, встав в начало тайм-линии, собственно, чтобы вести монтаж от начала. Я просто нажимаю. Начинаю переключаться между камерами. Монг. Как только я посчитаю нужным, я могу остановиться. Но, опять же, сейчас я разрезал их репетиционный диалог. Уже камера пошла, но режиссер еще не сказал им экшен. Поэтому то, что мы сейчас наблюдали, это просто такой разогрев актерский. Но не важно. Я уже даже этот разогрев нарезал. На тайм-линии, как вы видите, все доскрейки, вертикальные линии. Если я посмотрю, как это выглядит в монтаже, то у меня уже есть монтаж. В правом окне уже все нарублено. Я даже отрежу левую часть, чтобы она здесь не мешалась. Чтобы уже хлопушка не отвлекала. И как только мы подходим к склейке, уже все нарублено. Опять же, чувствую себя немного неловко, объясняя, как в Final Cut работает такая классная функция, как мультикамера. Но, тем не менее, функция действительно классная. И особенно, видя, как удобно ей пользоваться, не понимаешь, как может существовать предыдущий подход, о котором я говорил. Но, тем не менее, вы с ним тоже можете столкнуться. Окей. Давайте углубим и расширим. Это была достаточно простая ситуация, когда у нас было две камеры. Я могу между ними переключаться. Давайте я немножко дальше их порублю, чтобы было из чего выбирать. То есть я фактически, предвосхищая их диалог, примерно следя за развитием ситуации, вижу, как один говорит, другой отвечает. Один говорит, другой отвечает. Я примерно так и переключаю камеры лезвия. Но иногда бывает не очень удобно. Получается, одним глазом смотреть на тайм-линию, другим глазом смотреть в окно вьюера, чтобы следить за диалогом. Третьим глазом приходится смотреть туда, куда же я мышкой тыкую. Количество глаз уже заканчивается на исходе. Поэтому нет ли какого-то чуть более удобного способа переключаться между камерами? Конечно, есть. Цифры. Один, два, три, четыре, пять и так до девяти. На самом деле в Final Cut можно запихнуть 16 видимых камер одновременно. То есть камер может быть больше, но в единицу времени мы можем видеть максимально 16 камер. И все эти 16 камер, если вам нужно, можно вынести на горячие клавиши. По умолчанию размечены первые девять. Ну потому что все-таки 16 камер не настолько часто используемая ситуация, что предполагается, что если у вас 16 камер, то вы знаете как переназначить клавиши и вынести недостающие клавиши на кнопки клавиатуры. Для сравнения. Вот первые цифры. Один, два, три, четыре, пять и так до девяти. Команда называется Cut and Switch to Viewer Angle 9 и так далее. От одного, Angle 2, Angle 3, Angle 4, Angle 9. На нуле ничего нет. На нуле пусто. То есть поэтому вынесены первые девять. Но если просто поиском вбить сюда команду angle, то вот один, три, четыре, пять, шесть, шестнадцать. То есть реально есть шестнадцать. Есть возможность переключаться между шестнадцатью камерами. Поэтому если вдруг вы монтируете какой-нибудь концерт с миллионом камер или спортивное мероприятие, пожалуйста, добавьте себе недостающие семь камер. Точнее горячий клавиш для недостающих семи камер. Но мне первых двух камер достаточно будет. Поэтому хочу попробовать сделать то же самое. Попробовать сделать такую же нарезку, но уже не мышкой кликать, а выбирать эти клавиши с клавиатуры. Один, два, один, два, один, два. Такой Лака Босс. Как основной. Пуляем. Гораздо удобнее сидеть и просто так пальчиком один, два, один, два, чем мышка постоянно туда-сюда, туда-сюда. Я гарантированно могу быть уверен, что у меня уж точно не важно, где находится мышка, камера все равно переключится. Окей. Сделали это. Так, кстати говоря, когда я монтирую мультикамеру, мне удобнее видеть звук на таймлинии. Это мне отчасти помогает понять, будет сейчас какая-то реплика или нет. Ну, видно, что там вот, где пробелы, где пустоты, там они молчат. Соответственно, когда ход в разговоре переходит от одного к другому, я вижу, где это примерно случится. Поэтому такая вот хитрость. Так вот, и обычно я монтирую в этом режиме и рекомендую вам попробовать тоже, потому что режим довольно удобный. Потому что по умолчанию, как вы знаете, стоит режим, вот когда отображаются превьюшки. И с одной стороны вроде как это удобно, а с другой стороны вы не видите или видите, но не очень хорошо, что случается со звуком. Поэтому да, вы видите картинки, где один, где второй, но комфортность чуть меньше. Поэтому попробуйте переключиться именно в режим работы, когда у вас виден звук. Причем даже здесь можно сделать высоту треков побольше. Еще раз, для чего? Для того, чтобы лучше читалась waveform. Хорошо. Допустим, я подрезал камеру, как мне нужно. Точнее, я нарезал камеру, как мне нужно. Но в один из моментов понял, что вот тут вот я перешел на доктора Крёгера, а зря. Надо было бы оставаться на монке, например. Мало ли. Нужно так сделать. Так вот, как это сделать? Я думаю, ну сейчас я кликну мышкой в монка и... Получилось не совсем то, что я хотел. Почему? По одной простой причине. Когда я кликнул в монка, там, где стоял плейхед, справа от плейхеда действительно появился монк. Но слева от плейхеда все еще остается доктор Крёгер. То есть не то, что я хотел бы. Command Z. Мне хотелось бы, чтобы целиком вот этот кладр от склейки до склейки переключился с доктора Крёгера на монка. Как в этом случае быть? Первый вариант. Попробовать кликнуть в этот клип правой клавишей. Ага! Команда Active Video Angle, Active Audio Angle. Но тут проблема. Если я переключаюсь, например, на камеру B. Да, он переключается целиком на монка. Но в зависимости от того, какие были настройки. В частности, поскольку я указал ему, что я хочу переключить только Video Angle. То звук у меня по-прежнему идет с первой камеры. А видео идет со второй камеры. Как я об этом знаю? Очень просто. Смотрите. Рамка цветная разделилась. Раньше она вот здесь, допустим, перепрыгивала на Монке, на Докторе Крёгере. На Монке, на Докторе Крёгере. И иконка на этой рамке была желтенькая. И в правом верхнем углу было стилизованное изображение звука и видео. Что показывало, что и видео, и аудио идут с камеры B, а потом с камеры A, а потом снова с камеры B и так далее. Здесь же ситуация поменялась. У меня аудио-часть идет с первой камеры, а видео-часть идет со второй камеры. Возможно, это не то, что мне нужно. Кстати говоря, когда это может быть не очень хорошей ситуацией. Допустим, вы популярный блогер и вы пишете, например, двумя айфонами. Ситуация из жизни. Но к первому айфону у вас подключен хороший микрофон. Направленный. Все. А второй айфон у вас просто без микрофона болтается. То есть на нем звук плохой. Он не очень хороший, так скажем. То есть лучше с основной камеры. Поэтому вам не хотелось бы, чтобы при смене камер звук переходил с камеры A на камеру B. Вам хотелось бы, чтобы звук все время был с первой камеры. Так вот, такой способ получается не очень хорош. Потому что здесь не он хорош в том случае, когда мне хочется, чтобы звук оставался на одной камере. Но не очень хорош, когда я хочу, чтобы он переключался. А здесь я хотел бы брать звук с той камеры, на которую я перехожу. Потому что у каждого из них свой направленный микрофон, своя петличка. Поэтому если я вижу монка, я хочу слышать звук от монка. Если я вижу доктора крёгера, я хочу слышать звук от крёгера. Что явно не так сейчас. Хорошо. Как быть? Значит, вероятно, этот способ через правую клавишу не очень нас устраивает. На самом деле он устраивает, когда мы хотим что-то поправить. Например, когда мы хотим специально взять звук с одной камеры или с другой камеры. Кстати говоря, вот сейчас у меня такая конфигурация, что я не вижу на таймлинии каких-то визуальных индикаторов. Нельзя ли как-то отобразить на таймлинии, чтобы было понятно, чей звук и чья картинка? Я, кстати, не знаю, почему у меня всё это выключено. Я, наверное, сам выключил, но тем не менее. А, да, я сам выключил. По умолчанию, я не помню, должна быть включена галка Angles. Если она по умолчанию не включена, то включите её. И ситуация совершенно не меняется. Потому что теперь у меня есть не только имя клипа, но и какая камера здесь используется. Более того, если вы включили Angles для удобства, особенно когда у вас масштаб таймлинии вот примерно такой. Сейчас, опять же, не очень читается, потому что везде написано Monk Dialog, Monk Dialog. То в таком ситуации при уменьшенном масштабе удобней вообще отключить показ Clip Names и оставить только то, какая камера выводится. Камера А, камера Б, камера А, камера Б. Именно по этим причинам, кстати говоря, я не люблю, когда в названиях камеры есть слово камера. Потому что и так понятно, что это камера, что это не чайник и не паровоз, это камера. Поэтому обычно у меня клипы называются не камера А, а камера Б, а просто А, Б. И дальше мы подойдем к ситуации, когда это можно переназначить. Сейчас нам, увы, придется с этим жить. Но чуть позже мы это уже в других клипах поправим. Хорошо. Значит, порезали камеру, но пока не ответили на вопрос, а как переключить целиком от склейки до склейки. Напомню, мне здесь нужно перейти с камеры А на камеру Б целиком. Ответ очень простой. Если мы зажмем клавишу Alt, помните, в Final Cut в любой стремной ситуации зажимай Alt и смотри, что происходит. Иногда может происходить что-то полезное. Так вот, зажав Alt, обратите внимание, лезвие при поднесении к камере меняется на палец. А вот без Alt – лезвие, с Alt – палец. Без Alt – лезвие, с Alt – палец. Кстати говоря, я не случайно трясу вот так вот мышкой. Почему? Я не знаю, это баг или фича, но если я просто подношу мышку в виде лезвия, а потом нажимаю Alt, вместо нужного курсора сначала появляется стрелка. Опять же, я не знаю, так задумано или это глюк такой, только ли у меня на моей машине это. Хотя, опять же, я наблюдаю такую проблему и на ноутбуке у себя, поэтому я думаю, что это какой-то такой хитро вывернутый глюк, с которым просто приходится смиряться. Поэтому я обнаружил, что если мышкой так чуть-чуть мотыльнуть, то это движение заставляет Final Cut перерисовать курсор. Поэтому нажимайте Alt и чуть-чуть мотыльните мышкой. Чуть-чуть. И будет видно, в каком режиме вы находитесь. Это режим смены камер. Так вот, есть главное отличие. Есть нарезка камер, выполняемая лезвием, и переключение камер, выполняемая вот этим пальцем. Еще раз, переключение камер – это смена камеры от склейки до склейки. Нарезка камеры – это в тот момент, когда вы лезвием кликаете в нужную камеру. И слева от плейхеда на таймине остается старая камера, справа и до следующей склейки идет новая камера. Поэтому то, что я сейчас хочу сделать – это переключение камер с Alt. Бум. И, пожалуйста, камера B. Прямо вот на таймине видно, что меняется название. Даже если я переключусь в режим иконок. Здесь была камера B. Бум. Камера A. Камера B. Камера A. Вернусь обратно к звуку. Кстати говоря, начинающим пользователям может показаться очень боязно отказаться от отображения картинок. Поверьте мне, когда вы переключитесь в режим отображения звука, вам будет гораздо удобнее, чем вот эти картинки, которые просто отвлекают. Окей. Значит, я могу переключаться между камерами. Получается, что только мышкой с Alt? Нет, конечно же. Если мне нужно переключить эту камеру с клавиатурой, то я буду нажимать уже не просто 1-2, а Alt 1-2. Я целиком перехожу на вторую камеру, на первую камеру, вторую камеру, первую камеру. Все просто. Просто и, главное, дико удобно. Вот просто. Как для дебилов. В хорошем смысле этого слова. То есть специально, как я уже сказал, не самые глупые люди в Купертино, в компании Apple сделали так, чтобы это было максимально просто. Едем дальше. Возможно, вы обратили внимание, что в вашей конфигурации... Вот у меня отображаются две камеры, одна над другой. А в вашей конфигурации, в зависимости от версии Final Cut, которая есть у вас, у вас могут отображаться четыре камеры. Из них две. Левая, правая – это камера А, камера Б. А снизу две такие же, просто черные квадраты. Где это настраивается? Настраивается это вот тут, в правом верхнем углу, в такой менюшке Settings, где я могу выбрать, сколько камер я вижу одновременно. По-английски они называются Angles, мы их называем камерами. И если мне не изменяет память, по умолчанию стоит режим четыре Angles, четыре камеры. То есть сверху, слева и справа существующие, снизу два пустых. В данном случае, поскольку я работаю на стационарной машине, а не на ноутбуке, то мне не суть важно, сколько у меня камера отображается одновременно. Потому что, ну, место на экране все равно расходуется более-менее. Если бы я работал сейчас на ноутбуке, на каком-нибудь моем любимом MacBook Air 13-дюймовом, то каждый пиксель уже был бы на вес золота. Поэтому я бы специально, если у меня нет третий, четвертый и более камер, я бы переключился в режим Two Angles. И, ну, давайте попробую симулировать эту ситуацию. Вот на маленьком мониторчике это было бы более, вот на таком вот, это было бы чуть более комфортно, когда у меня две камеры вот так располагаются, чем когда они располагаются, ну, хотя примерно так же на то и выходит. Ну, может надо еще чуть-чуть пониже сделать. Так вот, в этом обычно я все-таки рекомендую сокращать количество камер, ограничивать его тем количеством камер, которые вы видите и которые вы используете реально в своей работе. Поэтому два англа, четыре англа, девять англов, шестнадцать англов. Кстати говоря, об этом я тоже уже говорил, максимальное количество камер, которые вы можете видеть одновременно, это шестнадцать. Еще раз подчеркну, видеть одновременно, запихнуть в мультикамеру вы можете неограниченное количество камер. Самое интересное, что если вдруг вы, мало ли, читали юзер мануал, старый из руководства пользователя, или читали книжку по десятому Final Cut, в одной из редакций книжки проскочило упоминание, что в Final Cut можно максимально запихнуть шестьдесят четыре камеры. Такого ограничения больше нет, поэтому, если хотите, проэкспериментируйте, но увидите, что, если вам не лениво, конечно, создавать шестьдесят четыре камеры, но такого ограничения больше нет, поэтому сколько хотите, столько и запихивайте, насколько потянет мощность вашей машины. В реальности не требуется практически никогда больше, если вы не монтируете концерт или спортивное мероприятие, не требуется никогда больше девяти камер одновременно. Даже это не всегда. Если какой-нибудь блог вы монтируете, то две-четыре камеры и вперед. Хорошо. Это что касалось создания мультикамеры, переключений между разными углами мультикамеры. В довершении нашей такой вводной темы, что если мне все-таки хотелось бы выбирать, с какой камерой идет видео, с какой камерой идет аудио, как я могу это сделать. До этого я делал это через правую клавишу, и понятно, что здесь наглядно сделано. Но также я могу, чтобы оставить возможность переключаться горячими клавишами 1, 2, 3 и так далее. Я могу сразу выбрать нужный мне режим. Вот здесь, в левом верхнем углу, вот этими кнопками. И в дальнейшем переключаться уже сразу клавишами на клавиатуре. И будет переключаться только видео, а аудио переключаться не будет. Предположим, давайте сделаем эту ситуацию и обратно верну браузер. Сделаю, например, тайминь уже должна называться не Bad Choice, а Monk. Например, Monk Multicam. Окей. Я сделаю... Даже, наверное, в этой же тайминь я хочу расположить еще один клип. Опять же, Monk. Просто вторую копию положу. Но на этот раз я хочу симулировать ситуацию, когда у меня звук должен идти, допустим, все время с первой камеры. Или даже так, давайте усложним ситуацию. Все время со второй камеры. То есть аудио идет с камеры B, а видео должно переключаться. В этом случае я рекомендую, кстати, на начало этого клипа, чтобы лишнего ничего не отрезать, выбрать нужную камеру. Камера A, камера B. В моем случае камера B по условию сдачи. А дальше я выберу кнопку нарезки только по видео. Все. Дальше я спокойно врубаю... На ускоренном. Первая камера. Вторая камера. Первая камера. Вторая. И все. Обратите внимание, что в момент нарезки перепрыгивала только одна синенькая рамочка. Она то становилась синенькой, то становилась желтенькой. Потому что синенькое – это чистое видео, зелененькое – чистое аудио, а желтенькое – видео плюс аудио вместе. Все просто. Дальше. Это что касалось выбора режима нарезки. Нарезки он тоже довольно самоочевидный. Хорошо. Как быть, если вдруг по каким-то причинам я промахнулся и сделал какую-то склейку, которая мне не нужна? Очень просто. Поскольку это псевдосклейка, я могу ее выделить и удалить. Просто обычным бэкспейсом клавиша, которой вы удаляете символы на клавиатуре. Обычный бэкспейс, который отвечает за удаление клипов или за удаление псевдосклейк. В мультикамерном режиме он отвечает за удаление лишней склейки на мультикамере. Дальше. Помните, когда я только показывал неправильный режим работы, вот когда вручную клипы выкладываются на тайм-линию, ужас, коммерчный, кошмарный, как быть. Я сказал, что тримминг, когда вы выкладываете вторую, третью и так далее камеры под primary storyline, то вы сможете триммить базовый storyline. Вот такое же преимущество имеет и мультикамерный режим. Прямо сразу по умолчанию, ничего никуда выкладывать не нужно. А именно, уже сразу в инструмент стрелка, еще раз хочу ваше внимание привлечь, у меня стрелка в руке, у меня не инструмент тримминга, у меня стрелка в руке. Так вот, по умолчанию сразу в стрелку встроен режим тримминга roll. Напоминаю, что если это был бы обычный клип, давайте я кину какую-нибудь камеру A просто, и попытаюсь здесь просто разрезать что-то через command B, то у меня по умолчанию встроен в стрелку инструмент ripple, то есть тримминг либо одной стороны, либо другой. Говоря про мультикамеру, у меня встроен roll, то есть я сразу могу перемещать склейку между двумя камерами, не меняя хронометража общего и не теряя синхрона между камерами, что очень удобно. То есть в отличие от того дедовского способа, который я показал вначале, синхрон не теряется, это важно. Про синхрон мы сейчас еще отдельно поговорим. Так вот, это важная особенность. Почему? Потому что довольно часто при мультикамерном монтаже очень часто при мультикамерном монтаже мне важно бывает попасть точно, перейти с камеры A на камеру B в нужный момент времени. Почему это важно? Почему важно, что в мультикамерном режиме в стрелку по умолчанию встроен тримминг в режиме roll, а не ripple? Почему казалось бы, какая нафиг разница? Возьми тримминг, возьми клавишу T, у тебя будет и roll, и ripple, и какаво с чаем. Поехали, как там в фильме. Но важный момент. Довольно часто в монтаже мультикамеры нам не нужно менять хронометраж. Хотя бывает, что мы хотим выкинуть какой-то кусок, допустим, здесь актер не отдуплился, и тогда мы возьмем инструмент trim и подрежем какой-то фрагмент. Бывает, приходится. Но чаще всего приходится просто уточнять место склейки, уточнять момент перехода с камеры A на камеру B. Вот смотрите, у меня здесь ситуация, когда я хоть и старался следить за происходящим, за диалогом актеров, я мог чуть-чуть опаздывать. Вообще вот это легенькое опоздание, то есть переход не в момент прям по слову, а с небольшой задержкой, это хорошо. Это такой имитация, хотите, J-ката и L-ката. Скорее даже J-ката. То есть когда мы сначала слышим реакцию героя, а потом мы переключаемся на него. Причем на тайм-лине это не выглядит как J-кат, на тайм-лине это выглядит как прямая склейка. Но воспринимается как косая склейка, потому что сначала видим, потом слышим. Так вот, для мультикамер это в принципе хорошая вещь, что я чуть-чуть запаздываю с реакцией. Но допустим, вам нужно точно попадать по реакции. Допустим, вот он кричит здесь «Yes». И я вот на этот «Yes» опоздал. Может быть, мне хотелось бы чуть-чуть раньше перейти, чтобы полностью видеть его реакцию «Yes». Не проблема. Я взял склейку, хотя сейчас у меня режим тримминга, я специально хочу показать, что я нахожусь в режиме стрелки. Взял склейку и подвинул. И все. Вот у меня «Yes». Вот вернулась эта реакция, которая мне и нужна была. Допустим, я хотел не потерять этот момент. Так вот, вот почему это важно. Вот почему в мультикамерном монтаже очень классно, что оказалось бы, такая даже мелочь уже продумана, что по умолчанию встроен режим Roll, который позволяет такие правки вносить. Окей. Это все касалось простой ситуации, когда у нас есть две камеры, на каждой из камер свой собственный звук. Камера А, допустим, с доктором Грёгером, со своим звуком. Камера Б, Монг, со своим звуком. И типа все хорошо, все ликует и поют. Как быть в ситуации, если, более приближенной к реальности, если одна из камер или обе камеры включались и выключались? У меня, как обычно, припасен на этот случай рояль в кустах. Я даже сделаю отдельный ивент. Назову его мультикамера или даже мультикам broken. Сломанная мультикамера. В ситуации, когда она не сломана, но, допустим, снимали на две камеры и по каким-то причинам решили стопануться. Или одна камера была, не знаю, подключена к большей батарейке, а вторая к меньшей. Нужно было поменять батарейку. Или в одной камере была большая флешка, а в другой меньшая. Одна камера продолжает писать, а вторая уже сдохла. Так вот, у меня имитируемая ситуация. В папке broken multicam у меня есть камера B, которую я заранее просто распилил на три кусочка. Кусочек один, кусочек два, кусочек три. Это та же самая камера B, которая была до этого. Более того, я буду использовать камеру A уже из существующей камеры. Поэтому я импортирую камеру A. Именно поэтому я сделал отдельный ивент, чтобы не мешать все в кучу. И из папки broken multicam импортирую камеру B. Сначала, как обычно, я хочу с гордо поднятой головой нарваться на проблему и посмотреть, а чем мне вот это все грозит. То есть могу ли я вот так взять и засинхронизировать New Multicam Clip. Назову его Test Multicam и посмотрим, к чему этому приведет. Открываю. Ок. Наверное, даже можно было сделать новый проект. Назвать его Advanced Multicam и кинуть туда эту нашу тестовую мультикамеру. Но уже даже сейчас видно, что какой-то подвох происходит, где камера A, камера B. На самом деле никакого подвоха нет. Особенно если переключиться в отображение четырех камер. Вот и ответ. То есть у меня сначала почему-то идет камера A, потом камера B1, потом камера B2 включается, потом камера B3. То есть что сделал Final Cut? Просто каждый отдельный кусочек разбросал на свою собственную камеру. Негоже, не годится. То есть в принципе это конечно не проблема, но представьте, что вы пишете длинную лекцию и у вас камеры включались-выключались раз пять-шесть, например. Плохая ситуация. Сразу говорю, но мало ли. Это что же у вас будет пять-шесть, семь и так далее мультикамер отдельных? Не круто. Для того чтобы, с одной стороны, ответить на этот вопрос, с другой стороны, может быть как-то предвосхитить саму эту проблему, чтобы она не появлялась, нам нужно прогуляться в такую вещь, как Angle Editor. Давайте поговорим о внутреннем устройстве мультикамерного клипа. И заодно мы потом посмотрим, как можно убедить Final Cut располагать отдельные кусочки каждой камеры, как единую камеру просто с паузами, с пропусками во времени. Сейчас будет более понятно, о чем идет речь. Так вот, сначала мне нужно открыть эту камеру в том самом Angle Editor. Для этого можно либо кликнуть в нее два раза, либо у самой тестовой камеры тоже двойной щелчок. Что-то я в правую клавишу лезу, а зря. И вот как это выглядит на Atomini. Мне придется, правда, сейчас это все сжать в высоту треков, потому что все четыре камеры не влезают. Но суть происходящего, как мне кажется, ясна. Вот почему у меня четыре камеры. Каждый отдельный кусочек стал самостоятельной камерой. Что, в принципе, неправильно. И как я могу порешать эту проблему? Схватиться и, очень важно, с шифтом каждую камеру сдвинуть, точнее каждый кусочек сдвинуть на свою собственную камеру. Этот. Этот. Почему с шифтом? Чтобы не нарушать синхронизацию. Чтобы, видите, я мышкой сейчас мотыляю налево-направо, а камера сдвигается строго по вертикали все равно. Потому что я зажимаю shift. Дальше. Так получилось, что у меня есть две пустые камеры. Камера B2 и камера B3. Они мне не нужны, поэтому я зайду к ним в контекстное меню. Вот эта галочка, которая смотрит вниз, она является контекстной менюшкой. И там есть команда delete angle. Я поудаляю таким образом ненужные, пустые сейчас камеры. Камера B2 и камера B3. Все. Дальше. Ну, раз уж я сюда зашел, мне хотелось бы переименовать это из кам B1 и камера A во что-то более понятное. Например, назову ее здесь просто камера B, а эту камера A. Почему это проще и удобнее? Потому что сейчас, когда я выйду из angle-эдитора, вот этой стрелки назад, на тайм-линии, особенно если я сейчас включу показ, опять же, у меня сразу видно, что это камера B. Давайте так. Камера B. Камера A. Камера B. Камера A. Единственное, что не очень удобно. Чисто с человеческой позиций. Что у меня слева A, точнее у меня слева B, а справа A. Мы это обычно считаем слева направо, поэтому было бы привычнее, чтобы слева была камера A, а справа была камера B. Вообще никаких проблем. Если я вдруг вот так вот обнаружу, что камеры идут не в том порядке, хотя по монтажу вроде гладко получается, но все равно цифра 2 получается выделяет первую камеру, а цифра 1 выделяет вторую камеру. Или камеру A и камеру B. Не круто. Поэтому достаточно зайти в мультикамеру и справа знакомые такие полоски всем пользователям iOS или Android, любых мобильных устройств. Это такие ручки-хваталки. За них можно схватиться и перетащить камеру туда, куда нужно. Сейчас у меня теперь сверху камера A, камера B и в окне Angle Viewer они располагаются так, как нужно. Более того, раз они здесь располагаются так, как нужно, то теперь, пытаясь их нарезать, камера A цифра 1, камера B цифра 2. Все хорошо, все работает как и задумано. Окей, все, это я починил эту камеру, но хотелось бы, чтобы изначально такая ситуация не возникала. Еще раз говорю, не может быть такого же, что когда я, допустим, исправлю вот эти три камеры, а я знаю, что завтра мне еще такие же камеры принесут, не факт, что там будет три кусочка, там может быть не сто тридцать три, конечно, кусочка, но там десять раз они бы включались-выключались по техническим причинам, по каким угодно, логистическим. Поэтому, как мне объяснить Final Cut, что вот эти кусочки нужно сразу пихать в одну камеру? Как это сделать? Для этого, давайте я сейчас, мне останется этот тест Multicam, обращаю ваше внимание на эти кусочки. Главное, на инспектор, где по умолчанию, как вы знаете, вы находитесь в режиме Basic, но если переключиться в режим любой, кроме Basic, General, Extended, кроме конечно же Audio, нас интересует General или Extended, я переключаюсь обычно в General, потому что там не такое большое количество полей, а нужные поля все равно есть. Поэтому, чтобы далеко не ходить, в режим General. Так вот, какие поля нас интересуют? Camera Angle или Camera Name? Любое из этих полей у нас устроит. Обычно или необычно, а ваша камера, на которой вы снимаете, может уже автоматически заполнять поле Camera Name. Например, если вы снимаете на iPhone, то здесь будет прописано, там, Dimasic iPhone, или там, если вас зовут, не знаю, Миша, то здесь будет написано, Мишаня iPhone. То есть, то, как ваш iPhone называется в настройках этого iPhone. Опять-таки, не все камеры поддерживают вот это поле, и иногда бывает, что снимаете на какую-нибудь, не знаю, Сонику какую-нибудь древнющую, и тут не написано ничего. Как в нашем случае, не написано ничего. Причем, если, допустим, мы рассмотрим ситуацию, когда вы снимаете на новую устройство, или на два iPhone, то вам даже никаких дополнительных телодвижений делать не нужно. У вас уже это поле заполнено, и дальше сам Final Cut поймет на основании этого поля, что вот эти кусочки, эти клипы, снятые на один iPhone, это первый iPhone, это первая камера. А вот эти кусочки, снятые на другой iPhone, это вторая камера. Опять же, благодаря тому, что есть поле Camera Name. Мы сейчас вынуждены будем заполнить это поле вручную. Ну, или для ситуации, когда камера была не настолько интеллектуальная, чтобы сама это заполнять. Как это сделать? Ну, вспоминайте материал базового уровня. Рекомендую выделить сразу первый кусочек, второй и третий, и им вбить не важно. Еще раз повторю, либо в Camera Angle, либо в Camera Name, это не важно. Но поскольку это все-таки angle, это все-таки точка съемки, то я буду использовать колонку или поле Camera Angle. Вобью сюда букву, допустим, одну из камеры B, значит букву B. Да, для удобства я даже буду, поскольку я уже вбивал большими буквами, я вобью маленькими буквами. Будет буква, ой, буква B маленькая. Фишка вот в чем. Не важно, какая это буква, не важно, какое это слово. Главное, чтобы это было одно и то же слово, буква, цифра, китайское высказывание про коронавирус. Все что угодно. Но главное, чтобы у всех кусочков с камеры, допустим, A или с первой камеры, был одинаковый текст в бит. А у всех кусочков с камеры B или с другой камеры был тоже одинаковый текст, но уникальный для этой камеры. Поэтому я опять же буду писать маленькими буквами. Здесь будет камера A, а там была камера B маленькими буквами. Опять же, здесь можно написать «Мама мыла раму». Главное, чтобы оно было одинаковое. Дальше выделяю эти три кусочка. Получается 3 плюс 1 плюс первую камеру. New Multicam Clip. Оставляю пока что автоматические настройки, но как только мы будем рассматривать более детально ручные настройки, вы поймете откуда и почему этот Magic, это чудо случается. Назову это уже не Test Multicam, а Fixed Multicam. По аналогии, что та была Broken Multicam, а это Fixed – починенная мультикамера. Он пошуршал, и вот у меня есть моя Fixed Multicam, которую если я брошу в хвост куда-нибудь сюда, то теперь у меня этой проблемы с миллионом камер, с лишними камерами нет. Потому что у меня есть только камера A и камера B. Если я загляну внутрь… Семен Семенович, совершенно другой калинкор. Теперь вот эти кусочки Final Cut сам расставил. Почему? А потому что теперь-то он знал, что эти кусочки относятся к камере B. А почему он знал? Потому что я заранее ему вбил это в Camera Angle, мог бы вбивать в Camera Name. Я все время буду делать такую заметку на полях. Мог бы в Camera Name, мог в Camera Angle. Это неважно. Главное, чтобы… и там, и там это было заполнено. Более того, поскольку я Camera Angle указал сразу маленькими буквами, а мог бы я перенаписать «Mamma mylarama», тогда у меня камера A называлась бы «Mamma mylarama», а камера B называлась бы там… что-нибудь еще. «Шла Саша по шоссе». То есть любое название, которое я использовал для поля камеры Angle, будет использовано Final Cut для названия камер, и оно будет отображаться как в Angle Editor, так и в Angle Viewer вот здесь. Собственно, что мы и наблюдаем. Хорошо. Это что касалось быстрого лечения вот этой проблемной ситуации. Когда вам принесли камеру, она разбита на кучу кусочков. Дальше. Что если по каким-то причинам вам принесли камеру, вы сделали синхронизацию, а потом… О, ужас! Обнаружили, что один из кусочков у вас сполз. Ну, не знаю, вы вошли вдруг в камеру и в мультикамеру. Так, сдвинули кусочек первый, и он уже не в синхроне. Кошмар, кошмарный. Что делать? На самом деле, без паники, и это еще одна офигенная фича в десятом Final Cut. Кстати, а именно, я могу сказать Final Cut, другой Final Cut, а подсинхронько вот этот кусочек, который я, дургрешный, взял и сдвинул. Сам того не желаю. Конечно, если я сейчас нажму Command-Z, он отменится. Но, допустим, я не сразу это заметил. Я сегодня сдвинул, а только завтра это заметил. Как это исправить? Очень просто. Для этого мне нужно ввести такую концепцию, как активная камера. Активная камера или иногда ее называют ведущая камера. Это та камера, относительно которой выполняется синхронизация. В Final Cut активная или ведущая камера отмечается двумя вещами. Во-первых, у активной или ведущей камеры включен мониторчик. Вот он там. У этой камеры, видите, он выключен, а у этой включен. Во-вторых, она просто светлая. Вот здесь светлая такая граница. У нас светлый бордер, светлая рамка. Это активная камера. Если я включу мониторчик у нижней камеры, то она станет активной. Еще раз. Зачем нам нужна активная камера? Потому что активная камера – это та камера, относительно которой выполняется синхронизация. И активная камера – это та камера, которую в данный момент мы видим в окне Viewer. То есть сейчас у меня виден Monk, вот здесь вот справа. Слева я вижу обе камеры, но справа я вижу Monk. То же самое, если я вдруг сделаю активную камеру A – бом. Теперь я по умолчанию вижу доктора Крёгера. Я в любой момент времени, когда захочу, могу поднести курсор к другим камерам, и я увижу в левом мониторчике ту камеру, на которую я навожу. Здесь нам важно учитывать такую вещь, как локальный скимминг и глобальный скимминг. Или клип-скимминг и просто скимминг. Что это такое? Ну, со скиммингом вы знакомы. Если вы включаете клавишу S, то это то, что вы видите, когда вы проматываетесь таким длинным привычным скиммером по всему таймлайну. Клип-скимминг – это режим скимминга, когда вы подносите мышку к конкретному клипу. В этом случае вы видите скиммер у конкретного клипа, и он выводится не в правый монитор, а в левый. Еще раз. Правый монитор, левый монитор. Почему это важно? Потому что именно благодаря такому различию между глобальным скиммингом и локальным скиммингом мы сможем выполнять восстановление синхронизации. Для этого… Да, кстати говоря, вообще локальным скиммингом или просто клип-скиммингом можно воспользоваться, если включить его… Точнее, по умолчанию здесь и так включен. Галка «клип-скимминг». Поэтому его даже отдельно включать не приходится. Но, возвращаясь к мультикамере. Для того, чтобы восстановить проблемный синхронный клип здесь, вам можно использовать два режима – ручной и автоматический. Так исторически сложилось, что в Final Cut эти режимы не называются ручной и автоматически они называются длинными сложными терминами. А именно, если вы заглянете вот в эту менюшку, то здесь есть две команды. «Sync to Monitoring Angle» и «Sync Selection to Monitoring Angle». Хотя, на самом деле, все это фигня. И, по факту, верхняя менюшка – это ручной режим, нижняя команда – это автоматический режим. Вот и все. Вот и все отличие. Но, как вы знаете, Apple не может просто коротким словом это обозначить. Поэтому она вместо «ручной режим» говорит «Sync to Monitoring Angle», а вместо «автоматический» она говорит «Sync Selection to Monitoring Angle». Отличие очень простое. Смотрите, та команда, которая заканчивается на многоточии – это ручной режим. То есть многоточие означает, что дальше Final Cut попросит от вас каких-то дополнительных данных, каких-то дополнительных телодвижений. Та команда, которая не заканчивается на многоточии, означает, что она будет выполнена моментально. Но тут важный момент. Важно залезть в менюшку контекстную к правильной камере. Что значит «к правильной камере»? Сначала мы должны выставить активную или ведущую камеру на неповрежденную камеру, на ту камеру, у которой нормальный синхрон. То есть у меня камера B повреждена. Почему? Потому что я сам сдвинул камеру B только что. Поэтому камера A должна быть моей активной камерой. То же самое, если вдруг у вас была вот такая ситуация, и вы сдвигали камеру B, потому что вы могли сдвинуть камеру A. Так вот вам нужно сделать активной ту камеру, у которой синхрон нормально, у которой синхрон не сдвинут. Еще раз повторю, что в моем случае это камера A. Дальше. Сделав активным камеру A, мне нужно залезать в контекстную менюшку к камере B. То есть не к активной камере. Это важный момент, потому что здесь очень много народа путается, в какую камеру залезать. Сделаем активную правильную камеру, а в контекстную менюшку залезаем к неправильной, к поврежденной, к рассинхроненной камере. Так вот, именно здесь нас интересует нужная команда. Единственное, что я сейчас выключу аудио скимминг, просто он мне слегка… Ой, а у меня выключен был? А, у меня локальный скимминг включен. Давайте я звук просто отключу, чтобы он не раздражал. Так вот, залезаю в контекстную менюшку к камере B и выполняю команду Sync Selection. Обратите внимание, если вместо Selection у вас есть слово Angle, это означает, что просто нужный кусочек у вас не выделен. То есть у вас сброшено выделение. В этом случае команда будет называться Sync Angle. Нам это не то чтобы не нужно, но на длинных мультикамерах, там часовой длины, двухчасовой длины, он просто будет заново все пересинхронизировать, ну а нафиг нам это нужно время терять. В данном коротком, не знаю, минутном, там сколько, минута, минуты 30 секунд все это длится. Разницы по времени вы не заметите, но все-таки важно отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Поэтому я выделю кусочек и буду пересинхронивать только этот кусочек, только тот, который проблемный. Для этого команда будет называться Sync Selection to Monitoring Angle. Бум. Magic. Все само сдвинулось обратно. Понятное дело, что это не магия, а вероятно он как-то синхронизирует, точнее невероятно, а он синхронизирует по звуку, он прислушивается к одной камере, к другой камере и вот собственно вуаля. Хорошо. Это что касалось автоматического режима. Как работает ручной режим? Тут есть нюанс. Давайте даже отключу инспектор, потому что мне сейчас будет важен каждый пиксель на экране. Я опять наведу кипиш и камеру B сдвину. Даже так, давайте Command-Z. Я на первом кусочке это буду показывать, потому что, поскольку это первый раз мы это делаем, чтобы был какой-то визуальный референс. Поэтому здесь хотя бы в начале есть хлопушка, вот по ней мы будем ориентироваться. В реальной жизни рассинхрон может быть в каком угодно кусочке, не обязательно в первом. Тогда вам придется все равно находить какую-то фразу, которую произносит и тот другой персонаж, которая слышна и там и там. Например, типа Hey. И вот по этой фразе Hey вы можете найти точку синхронизации. Кстати говоря, если вы синхронизируете по звуку в ручном режиме, то есть у вас есть звук и там и там, но Final Cut почему-то отказывается синхронизировать в автоматическом, то какие звуки лучше всего использовать для синхронизации? Взрывные, типа М, Б, П. Почему? Потому что если у вас человек в кадре, то губы в этом случае работают как хлопушка. Они смыкаются и в момент смыкания губ вы можете использовать как, собственно, хлопушку. Хорошо, конечно, если кто-то там у вас танцует, эх, яблочко, и хлопает в этот момент. Идеально, конечно, но боюсь, что это не часто используемая ситуация, поэтому хлопков в кадре можно не ожидать. Также хорошо, когда, если у вас в кадре есть стол, кто-то там хлопает рукой по столу. Очень классный момент. Потому что его и слышно, и видно. Если кто-то, не знаю, ставит стакан на стол, если кто-то, не знаю, там чокается по чоканию бокалов, тоже очень хорошо синхронизироваться. То есть к какому-то действию, которое видно и слышно. Ну, это идеально, конечно. Но, опять же, для тренировки я просто сдвину первый кусочек прямо так поначалу. Он у меня сейчас в рассинхроне. И я буду вручную его синхронизировать. Предположим, что, опять же, автоматическая синхронизация не сработала. Бывает такое. Но, прежде чем я подойду к ручной синхронизации, мне важно убедиться, что тайм-линия у меня увеличена. Масштаб тайм-линий настолько увеличен, что я могу безпрепятственно с точностью до кадра скиммером попадать в каждый конкретный кадр. Обратите внимание на тайм-код. У меня сейчас пятнадцатый кадр, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. То есть у меня не составляет никаких сложностей мне встать на нужный кадр. Когда это было бы сложно? Если бы масштаб был бы недостаточный, и вот теперь, пытаясь мышкой попасть на нужный кадр, я теперь прыгаю там четвертая, пятая секунда, пять четырнадцать, пять двадцать, пять шесть ноль один. То есть сейчас масштаб слишком маленький. Поэтому это обязательное условие. Увеличьте тайм-линию так, без фанатизма, не до того, чтобы прям один кадр был на пол экрана. Но так, чтобы вы гарантированно слегка ходили скиммером покадрово. Именно скиммером, потому что клавиши плейхеда вы уже, клавиши на клавиатуре стрелки, вы использовать не сможете для ручной синхронизации. Так вот. Мне даже, допустим, комфортен вот такой вот не сильно увеличенный масштаб, даже еще меньше. Вот сейчас я все еще точно попадаю с точностью до кадра пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый. То есть я прям четко попадаю в нужный кадр и могу переходить хирургически точно. Дальше. Первый шаг. Я должен плейхедом, или если у вас включен скиммер, то глобальным длинным скиммером найти момент на основной камере. Напомню, в правом мониторе отображается основная ведущая, активная камера. Найти момент, к которому вы будете подгонять синхронизацию. В нашем случае это момент первого касания палочек, когда только-только хлопушка, когда палочки коснулись друг друга. Это можно делать как скиммером, это можно делать и мышкой. Но поскольку я уже увеличил масштаб, в данном случае мне все равно, чем мышка или скиммера. Вот оно. Вот первое касание палочек. Бом. Перемещаю плейхед в это место. Именно поэтому я сказал, что первый момент вы можете найти стрелками на клавиатуре, потому что базовую точку отсчета играет роль плейхед. Базовые точки отсчета. Дальше, второе действие. Я должен уже локальным скиммингом, я даже специально отключу скиммер, буду пользоваться только клип-скиммингом, вот этим коротким, я должен найти на второй камере эту же точку синхронизации. Единственное, что вот сейчас я попал в такую распространенную ошибку. В чем она заключается? Вроде и там хлопушка, и там хлопушка. Ошибка в том, что не может быть, если подумать, не может быть одна хлопушка лицом быть видна на двух разнонаправленных камерах. Понимаешь, если бы камеры стояли под углом друг к другу и видели бы один момент, но в нашем случае одна камера смотрит в одну сторону, другая в другую сторону. О чем это говорит? О том, что одна камера видит эту хлопушку с лица, а другая камера видит эту хлопушку со спины. То, что я сейчас выбрал, неправильно. Я выбрал в другой момент, это другая хлопушка. Точнее, это та же хлопушка в другой момент времени. Поэтому моя исходная точка неверна. Поэтому придется вернуться на первую камеру и найти эту же хлопушку. Вот она. Вот она. Хлопушка со спины. Камера А видела ее со спины, а камера Б видит ее с лица. Здесь мне тоже нужно найти плейхедом или скиммером момент, когда палочки коснутся друг друга. Причем, обращаю ваше внимание, что на таймлинии хлопушка тоже очень четко видна. У нее очень такой характерный... Она и слышна, если послушать, она и видна. У нее очень характерный такой вот выступ от хлопка. Поэтому ее легко узнать. Поэтому вот это вот правильный момент. Это первый момент касания палочек. Это хлопок. Хлопушки со спины на камере А. Опять же, камера А видела ее со спины. Дальше я проверяю, что клип скиммером я легко нахожу эту же хлопушку с лица. Вот он-то, этот кадр. Получается, в моем случае, это двенадцатый кадр от начала. И вот, убедившись в том, что синхронизация будет проходить без проблем, я залезаю в контекстную менюшку к камере Б, к проблемной камере, и выполняю команду sync to monitoring angle. Я могу даже выделить для удобства этот фрагмент. Команда называется все равно sync to monitoring angle, потому что я буду синхронизировать именно выделенный кусочек. Обратите внимание, что в левом мониторе теперь отображается проблемная камера. То есть та, которую я хочу синхронизировать. Нахожу мой тот самый двенадцатый кадр. То есть момент касания палочек. И кликаю. Важно! Один раз у меня, как у снайпера, есть только один выстрел. Пом! Обратите внимание, что произошло с клипом. Клип передвинулся, выравнивая ту точку, куда я кликнул скиммером, относительно положения плейхеда. Именно поэтому у меня есть только один выстрел. То есть в начале клипа, когда я нахожусь, тут уже пустота. Но если это была бы где-нибудь середина клипа, если бы я не по хлопушке выравнивался по чему-то другому, то тогда уже было бы не так просто найти эту синхронизацию. И гораздо проще было бы двойным кликом потерять ее. Поэтому я говорю один клик. Не двойной, а одинарный щелчок. Это важный момент. Все. Дальше убедитесь, что синхронизация есть, что камеры видят друг друга. И нажмите клавишу Done. То есть все, синхронизация закончена. Готово. Done. Все. Синхронизация вернулась. Вот вам два способа. Ручной, автоматический. Конечно, было бы неплохо, если бы не было такой сильной привязки к скиммеру. И, например, можно было как-нибудь вторым плейхедом. Причем мне нравится плейхед? Потому что он статичен. Скиммер все-таки слишком юркий. Слишком он постоянно бегает за курсором мышки. Это иногда немножко удручает. Но, тем не менее, вот такой способ синхронизации. Пожалуйста, прошу любить и жаловать. Дальше. Значит, мы с вами уже умеем синхронизировать камеры. Мы умеем синхронизировать проблемные битые камеры. Мы умеем исправлять синхронизацию, которая была нами или кем-то еще нарушена. Пожалуйста, в ручном или автоматическом режиме. Что сейчас еще хочется добавить? Сложные моменты в работе с мультикамерой. То есть, казалось бы, все так классно сделано, все замечательно, все ликует и поют. Неужели что-то дорогая компания Apple не предусмотрела? Да, к сожалению, есть такие моменты. Увы, мультикамеру нельзя разобрать. То есть, команда Break Apart Clip Items не работает. И тут можно задаться вопросом. Минуточку. Ну и в чем проблема? Подумаешь, не работает. Зачем вообще разбирать мультикамеру? Кому она мешает? Бывают ситуации, когда вам нужно мультикамерный клип разобрать на составляющие. Например, выдернуть оттуда исходные камеры и, например, отдать в сторонние программы, те программы, которые не понимают Final Cut'овскую мультикамеру. То есть, вам нужно по каким-то причинам получить вот это все в таком виде. Но в виде основной тайм-линии. То есть, не внутри мультикамерного клипа. То есть, то, что можно было бы сделать командой, если бы она работала Break Apart Clip Items. Но, увы, в Final Cut'е мультикамера неразбираемая. И ни звук оттуда не достать отдельное. Ничего. То есть, иногда бывало бы, иногда возникает необходимость получить доступ к звуку так, чтобы он был приконнекчен после того, как вы сделали мультикамеру. Увы, система Nipple не получается. То есть, да, конечно, я могу здесь сделать Expand Audio Components и получить доступ, казалось бы, ко всем. Или вот здесь вот тоже Expand Audio Components. Казалось бы, вот все хорошо. Есть мультикамера, камера А, камера Б. Но, опять же, я не вижу двух каналов. То есть, я не вижу двух камер одновременно. Как хотелось бы. То есть, иногда требуется. Допустим, если у вас какое-то ток-шоу, и у вас люди орут и перекрывают друг друга. Жириновский с кем-то еще сцепился на каком-нибудь очередном шоу «Пусть говорят». И нужно, чтобы была слышна петличка и того, и другого. То есть, два человека одновременно орущих. Хотя записаны они были каждый со своей петличкой. Вот это чуть сложнее делать. То есть, это можно, конечно, сэмулировать. Если, например, я сделаю опять же Collapse Audio Components. Допустим, вот здесь мне нужно слышать два звука. Причем, самое интересное, что в инспекторе, если зайду в закладку «Аудио», у меня здесь есть камера «А» и камера «Б». Могу ее включить. И здесь я... То есть, так сделаю тоже. Expand Audio Components. И вот тут, пожалуйста, у меня сейчас звучат два канала одновременно. Ну, не два канала, а две камеры. Каждая из которых выглядит как отдельный канал. И, пожалуйста, вот у вас ток-шоу с Жириновским. Они друг друга перебивают. Я могу, допустим... Не помню, кто у меня на камере «Б», у меня Monk. Допустим, Monk у меня может быть доминировать. Доктора Крёгера чуть-чуть приберу. Monk чуть-чуть сделаю погромче. И вот. Удобство этого способа, с одной стороны, в том, что не нарушается синхронизация. Но, с другой стороны, опять же, они все равно не как отдельные клипы. То есть, это все равно кусочек одного длинного клипа. Он все еще остается внутри мультикамерного клипа. Поэтому, в некоторых случаях это хорошо, в некоторых случаях это не очень хорошо. Но, увы, ничего другого не дано. То есть, мультикамера неразбираемая, и она всегда будет единым целым. Ну, нет так нет. Давайте теперь рассмотрим ситуацию, когда, в отличие от предыдущей ситуации, где у нас было видео-аудио, то есть, у каждого видео был свой собственный персональный чистый звук. Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько кусочков одного длинного интервью, например, и один длинный общий звук к ним. Как Final Cut поступит в данном случае? Забегая вперед, все нормально у него будет в жизни. Но давайте посмотрим, как это работает. Потому что довольно часто бывает именно такая ситуация, потому что у звукорежиссера нет проблем, с которыми сталкиваются операторы, что типа заканчивается флешка, звукорежиссер может там день, два, сто лет писать на одну и ту же флешку, и она не кончается, в отличие от видео. Поэтому довольно часто у вас будет именно такая ситуация. Один единый файл, особенно если на съемках не просигналили, что типа давайте там отобьемся, давайте звукорежиссера тоже остановим, и потом заново все перехлопаем, или там заново как-то пересинхронизируем видео с аудио. Поэтому может быть вот то, что вам дадут один аудиофайл и куча видеофайлов. Как это сделать? Ну, я сделаю новый ивент, назову его Multipart. Многосоставный клип, и импортну эти исходнички. Я прям все туда и запихну. Логика дальше очень простая. Правой клавишей Synchronize Clips, назову это интервью, просто интервью, Фантазия на нуле, туда же в этот ивент. Буду синхронизировать по звуку, и изначальный голос этих деденек и тетенек отключу. Все. Окей. Обратите внимание, что клип теперь длиннее, поэтому чуть-чуть дольше он сейчас и задумался. И посмотрим, что получилось. Ага. Final Cut разбросал их на разные уровни. Это не проблема. Это, в принципе, никак мне не мешает работать. Но давайте посмотрим, есть ли синхронизация. Для этого я открою само интервью. Так, у меня звук выключен. И послушаю, что дяденьки и тетеньки, собственно, попадают сами в себя. Отвечай, тетенька. Да, попадает. Причем обратите внимание, что у меня играет не тайм-лини, а исходник. Теперь дяденька попадает. Я проверю. Хочу убедиться в том, что у меня исходный звук со Storyline отключен в этом клипе. То есть звучит у меня приконнекченный звук. То есть, грубо говоря, в этих терминах у меня звучал вот этот звук, а не родной звук с каждого клипа. Еще раз. Вот так звучит родной звук. Лучше даже в этом фрагменте. Едва слышно. Очень сильно шумит фон. В отличие от того, как это звучит в результате после синхронизации. Итак, мы убедились в том, что играет звук именно чистый, родной. Не камерный грязный, а именно тот, который будет записан отдельно. Мне уже просто лениво выкидывать этот материал на тайм-линию, чтобы перепроверять. Но вот я думаю, что вы помните галка Storyline, за что отвечала. Вот, собственно, она честно отработала. Поэтому, как вы видите, никаких проблем не возникает. Неважно, сколько у вас кусочков пришло, сколько раз камера включалась-выключалась. Если у вас есть единый звук, относительно которого может выполняться синхронизация, пожалуйста, она будет выполняться. Да, меня, например, совершенно не парит то, что здесь у меня отдельные приконнекченные кусочки. Но иногда, знаете, срабатывает внутренний такой аккуратист, который заставляет меня положить это все на Primary Storyline. Поэтому не проблема. Можете выделить этот кусочек. Почему-то у меня не срабатывает Lift to Primary Storyline. Не знаю, почему. Команда не опускается. Но ничего страшного. С стрелочкой вниз, с шифтом, чтобы он не сдвигался ни налево, ни вправо. Выделяю и, бум, эти фрагменты опускаю. Опять же, это чисто косметическая мера. Совершенно... Не знаю, почему ни вверх, ни вниз не работает. Должно же работать, но не работает. Команда поднятия и опускания с Primary Storyline. Но эту косметическую меру можно спокойно пропустить. То, что они были приконнекчены на разных уровнях, это совершенно не проблема. Потому что все равно внутри этого клипа я работаю с ним как с единым целым. То есть здесь я увидел бы целиком. Поэтому сложности это не вызывало бы. Так что вот такая история. Единственное, что стоп, у меня куда-то провалился звук. А, здесь просто был голос ведущего, и он молчал, этот ведущий. А так он здесь везде есть. Последняя тема нашей беседы, собственно, ручной режим создания мультикамеры. То есть до сих пор мы создавали мультикамеру в автоматическом режиме, когда Final Cut по звуку подгонял кусочки. Но что, если так совпало, так сложилось, что синхронизация по звуку мультикамеры не срабатывает. Какие еще опции есть внутри настроек мультикамеры? Я вернусь в Event Basic, потому что я буду мучить вот эти две камеры. Собственно, их настройки меня вполне устраивают. Команда New Multicam Clip, но на этот раз я нажму кнопку Use Custom Settings. И основной целью моего этого действия было попасть вот в эти вот три менюшки. Давайте поговорим, что здесь. Потому что остальные пункты нам уже знакомы. Мы разбирали их в режиме синхронизации видео и аудио. Размер кадра, частота кадра в тайм-линии, кодек рендера. Все вот это вот тут ничего нового. А вот это вот что-то новенькое. Angle Assembly, Angle Clip Ordering, Angle Synchronization. Что это такое? Начнем с Angle Assembly. Опять же, у каждой эта менюшка будет содержать режим автоматик. Напомню, автоматик – это не какой-то отдельный режим. Это означает, что будет автоматически выбираться один из доступных пунктов. Здесь не три пункта, а два. Здесь тоже не четыре пункта, а три. Автоматик – это выбор одного из этих пунктов. Так вот, начнем с Angle Assembly. Это менюшка, на основании которой Final Cut понимает, по каким критериям ему следует отнести камеру, или отнести этот клип к камере А, или к камере Б, или к камере С, или к какой-либо другой камере. На основании чего? В данном случае, на основании того, заполнена ли колонка Angle, или заполнена ли колонка Camera Name. Если и та, и другая колонка, а это именно колонка в Event Browser, или это поле в Inspector, если они, эти оба поля пусты, то тогда автоматически выбирается режим Clips. Что такое режим Clips? Каждый клип становится отдельной камерой. То, что мы видели изначально в Broken Cam, когда у нас была сломанная мультикамера, где каждый клип стал отдельной камерой. Так вот, еще раз происходит это потому, что Final Cut не смог там обнаружить никакой информации ни в поле Camera Angle, ни в поле Camera Name. Окей, это то, как собирается каждая камера, из каких кусочков, как Final Cut понимает, какой кусочек относится к какой камере. Дальше, Angle Clip Ordering. Два варианта, то есть как внутри каждой камеры кусочки выстраиваются, как Final Cut понимает, какой кусочек первый, какой второй, какой третий, какой четвертый. Выбор невелик, либо по тайм-коду, если камера прописывала тайм-код, либо по дате и времени съемки. Кусочек, который снимался в 6 часов вечера, будет идти раньше, чем кусочек, который снимался в 6.30 вечера. Ну, утрированно говоря. Там с точностью до миллисекунд, по-моему, но сути дела не меняет либо тайм-код, либо контент-креатер. Либо дата и время съемки, либо тайм-код, который прошит. Angle Synchronization, на основании чего выполняется подгонка уже собранных камеры А и камеры Б, друг относительно друга. Как Final Cut понимает, где точка синхронизации, где первая камера должна синхронизироваться со второй камерой. То, что мы делали вручную, скеймером, задавая, вот это вот Final Cut проделывает автоматом. На основании чего? На основании одного из этих четырех, четырех, не пяти, четырех критериев. Либо тайм-кода. Здесь самый простой вариант. Если на камерах был заведен тайм-код. Опять же, на профессиональных камерах это можно сделать. Получить тайм-код от звукорежиссера. Получить тайм-код, либо просто прикурив камеры проводочком или там по Wi-Fi, как могут делать современные камеры Blackmagic, например. Тут это самая беспроблемная, самая безглючная, самая классная опция. Другое дело, что, опять же, это вотчина профессиональных камер и какой-нибудь iPhone так не умеет. Поэтому, если вы ведете модный блок на iPhone, то эта опция не для вас, к сожалению. Content Created чуть проще, потому что это, опять же, дата съемки. Final Cut будет выравнивать камеру А и камеру Б на основании того, какие у них были установки часов, грубо говоря. Если оба iPhone брали время с сервера, то у них будет одинаковая дата съемки. Соответственно, это идеальный способ синхронизировать эти камеры. Опять-таки, Final Cut, если не находит тайм-код, то он пытается использовать текущую дату. Если и текущая дата не помогает, то есть два обходных маневра. Если задано начало первого клипа, опять же, если я не использую режим автоматик, если я вручную задал, то я могу синхронизировать по не физическим началам каждого клипа, а по входной метке, которую я могу поставить с помощью, собственно, Range Selector или с помощью команды i, клавиша i на клавиатуре, Set Selection Start, либо маркер. Опять же, в сложных случаях я нахожу маркер с самым удобным решением, потому что маркер, в отличие от режима Start or First Clip, никуда не денется. Просто напомню, Start or First Clip, еще раз, это не физическое начало, это там, где стоит входная метка. Ну, давайте, кстати говоря, я это сейчас продемонстрирую. Вот эти два режима, я прям их воспроизведу. Start or First Clip и First Marker. Для этого, чтобы воспользоваться режимом Start or First Clip, я поставлю ту самую входную метку на каждом из клипов. Для этого мне придется чуть-чуть масштабом увеличиться. Так, чтобы найти на этом клипе... Где тут у нас был скиммер-то? Ой, не скиммер, а хлопок. Вот. Ой, стоит зверька. Вот та самая история. Хлопок. Пум. Нашел. Первое касание палочек. Здесь I. Входная метка. Так, клавиша I на экваторе или в меню Mark. Команда Set, Range, Start. Дальше. То же самое со второй камерой, с камерой B. Где? Где хлопок? Вот он там. Би-би-бим-бим-бим-бим. Тоже нахожу момент первого касания палочек. Бум. Входная метка. А дальше выделяю две камеры. Обратите внимание, входная метка сохраняется. File, New Multicam Clip. И здесь специально выберу Use Automatic Settings. Специально выберу Angle Synchronization. Start of First Clip. И дальше назову его типа Start Mark. По входной. В Start Mark In. Отключу галку Use Audio for Synchronization. То есть буду полагаться именно на то выделение, которое я сделал. Жму ОК. И обратите внимание, если сейчас зайду в этот Multiclip, у меня начало идет от хлопка. Сейчас не буду показывать предыдущий клип, но сравните, что в предыдущем клипе было какое-то количество видео до хлопка, до щелчка мультикамеры. Здесь мультикамера начинается с хлопка непосредственно. Почему? Потому что у первой камеры там был старт, и у второй камеры там был старт. Когда это бывает удобно? Когда у вас небольшое количество исходников, и их достаточно легко найти в event-браузере, поставить метку и все. Если, например, вы не уверены в том, что вам не придется искать какую-то другую метку, потому что бывает так, что на одной камере хлопнули хлопушка, а на второй камере хлопушка не было видно, не слышно, звука не было, звук написал, например, только с первой камеры. Ситуация катастрофик. Не проблема. Более перманентным решением, если хотите, является поставить маркер. Также поставить маркер на нужном тайм-коде. На нужном месте. Сейчас я поставлю playhead на первое касание палочек. Вот оно. Поставлю маркер здесь. Опять же, для удобства, чтобы не забыть, что этот маркер означает, я обзываю обычно его SYNC. К сожалению, в Final Cut не удается его перекрасить, чтобы он был белым маркером, желтым маркером. Точнее, перекрасить в какой-нибудь ядреный цвет, чтобы точно он мозорил глаза. Потому что, если бы была такая возможность, я бы сразу мог видеть, что это желтый маркер для синхронизации. Увы. Этой возможности нет. Ну и фиг с ним. Не страшно. Кстати, давайте я уже синхронизированный клип убью. Вот он-то. Start Mark In. Reject. То же самое делаю с камерой B. Нахожу момент первого... А, вот даже прям попал в него. Первое касание палочек. MM. Это у нас тоже будет SYNC. В отличие от некоторых других программ Final Cut не требует, чтобы маркеры назывались одинаково. Маркеры могут называться как угодно. Главное, чтобы это был первый маркер на клипе. Дальше, обратите внимание, я выделяю клип целиком. То есть, еще раз я могу приблизить масштаб, показать, что клип выделен от начала. То есть, то, что предыдущий вариант был Selection Start на каждом клипе, уже не актуально, потому что Selection начинается с самого начала. Не проблема. New Multicam Clip. На этот раз назову его Marker Sync. Синхронизация по маркеру. Выберу уже не Start of First Clip, а First Marker on the Angle. И, опять же, проконтролирую, что я выключил режим Use Audio for Synchronization, потому что здесь я специально не хочу использовать аудио, потому что я предполагаю, что звука у меня не было. Сложная ситуация. First Marker. Открываю Marker Sync. И что я вижу? Я вижу, что все синхронизовано по этому маркеру. Причем, опять же, я могу даже заранее зайти и грохнуть здесь звук, чтобы убедиться точно, что это не по тайм-коду синхронизация, а именно по маркеру. Можно пока поверить на слово, что это действительно так. Так вот, получается три потенциальных способа. По звуку, по тайм-коду, по дате создания, по метке in на каждом из клипов и по маркеру на каждом из клипов. Когда бывает также полезно поставить маркер на исходнике для синхронизации? Когда у вас была концевая хлопушка? К сожалению, в Final Cut нельзя выбрать синхронизацию по выходной метке, по Selection End, как это можно делать в других программах. Иногда приходится вручную синхронизировать по выходной метке, которой нет. Потому что, например, снимали концевую хлопушку. Что такое концевая хлопушка? Когда хлопушка снималась не в начале, а в конце. В каких ситуациях это может быть? Казалось бы, что за враги снимают концевую хлопушку? Да хотя бы, например, в том случае, когда у вас сцена начинается издалека, камера подходит. Допустим, одна камера начинает съемки из коридора и потом только приходит к сцене, а вторая камера уже стоит. В этом случае вначале хлопнуть не получится, потому что камеры находятся в разных местах. Поэтому хлопок будет бесполезен. Они не будут видеть одну и ту же точку хлопка. Поэтому можно дождаться, пока камера придет из коридора, актеры отыграют сцену. И прежде, чем выключать камеры, прежде, чем выключать стоп, когда режиссер скажет стоп, типа снято, до того, как камера выключится, впрыгнет в кадр хлопушка и в прыжке хлопнет. Говоря про прыжок, также возможны варианты, когда удобно снимать концевую хлопушку, а когда начало сцены начинается с крана, например, на высоте трех метров. Обычно в этом случае приходится подбрасывать девушку с хлопушкой на высоту трех метров. Ее не всегда потом ловят, поэтому она падает и неприятно, поэтому она отказывается хлопать в прыжке. Поэтому можно спокойно дождаться, когда закончится дубль камера, сверху опустится и тут же хлоп, хлопнем, и синхронизация будет уже по концу, по концевой хлопушке. И вот для этих целей, к чему все это рассказываю, для этих целей мы и можем использовать маркер. Правда, этот маркер должен быть единственным на клипе, а иначе Final Cut будет использовать первый маркер. Вот тут, честно говоря, Final Cut немножко проигрывает, например, тому же самому Premiere или DaVinci. Ну, в частности, Premiere, который может использовать одноименный маркер. То есть маркер с одинаковым именем, как Final Cut синхронизирует камеры, где одинаковое имя записано в поле Camera Label. Такая же возможность отсутствует в Final Cut и для маркеров, но есть она в других программах, например, в Premiere. Поэтому, опять же, у меня нет задачи программировать Premiere. У меня задача объяснить, что для некоторых ситуаций Final Cut, к сожалению, представляет определенные сложности. Вот как в случае с использованием концевой хлопушки. Однако, концевая хлопушка не так часто используется, поэтому можно считать, что мы, в принципе, ничего не теряем. Поэтому вот оно. Да, напоминаю про домашнее задание. Давайте пару слов скажу про домашку. Она, собственно, будет заключаться в том, что вам нужно будет смонтировать этот мультикамерный клип. Если вы не повторяли за мной на уроке, то вот сейчас самое время это сделать. Но! Помимо тех файлов, которые мы использовали на уроке. Камера А, камера Б. Вам нужно будет добавить дополнительные файлы. И, обращаю ваше внимание, то, что они не мультикамерные. То есть TwoShot это отдельный дубль. И можете, конечно, попытаться запихнуть его в мультикамеру, но ничем хорошим это не закончится. Поэтому его нужно просто по голосу найти какие-то реплики, которые, возможно, вы захотите использовать, и переконнектить отдельно. Отдельным secondary storyline, просто отдельными перебивками. То есть вам нужно начать, или не обязательно начать, где-то использовать TwoShot и LongShot. Вот эти два плана. Опять же, обратите внимание, что даже на хлопушке видно, что это другая часть этой же сцены. Просто снега из дверного проема. Хотя говорят они о том же самом. Типа, I'm very proud of you, Monk. Но, еще раз, это другой дубль. Несмотря на то, что они говорят почти одно и то же, они отыгрывают эту сцену заново. Поэтому в мультикамеру ее запихнуть не удастся, или синхронизировать по звуку. То есть, физически-то вы, конечно, можете запихнуть в мультикамеру. Но, поскольку они произносят немножко по-другому, другие звуковые условия, то, скорее всего, Final Cut откажется это синхронизировать по звуку. Поэтому здесь уже ваша задача, как монтажеров, положить этот клип и подогнать его по реплике, как-нибудь еще. Но, не удастся отмазаться и сказать, типа, я не буду использовать. Это обязательная часть домашнего задания. Вам обязательно нужно использовать Long Shot, обязательно нужно использовать Two Shot. Далее, опционально, если вы хотите, хотите используйте, хотите не используйте, вы можете использовать вот эти клипы. Это полностью эта сцена уже с дополнительными дублями. То есть, мы использовали только два дубля, а здесь их чуть больше. Здесь есть разные крупности. Например, тот же самый Two Shot, есть отдельно более такой вот Medium Shot на Monko. Пускай вас не смущает то, что там справа присутствует чувак с камерой, потому что, по-моему, эта серия была еще 4х3, поэтому она кропалась вот так вот. Если меня не изменяет память. Вот так они их обрезали, поэтому камера это не будет, или она не планировалась быть в кадре. Поэтому то, что она здесь попадает в кадр, это не страшно. Вы, например, можете не кропать ее, а скейлом чуть-чуть растянуть, чтобы картинка ушла за кадр. Опять-таки, это опциональные дополнительные кадры. Хотите используйте, хотите нет, это уже дело десятое. Но главное, что в результате вашей домашней работы должно получиться, это собранный диалог этих двух людей, доктора Крёгера и Монка, с использованием лонгшота, с использованием тушота. Это просто здесь копии, то есть они здесь лежат, и эти же файлы – это их копия, просто в другом формате. Но, опять же, сути дела это не меняет. Вы должны использовать эти два шота или какой-нибудь из этих. Вот эти уже опционально, эти обязательно. Вот такие дела. Вот это все, что мне хотелось вам сообщить на сегодня. На этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Спасибо, что пришли. И всем пока. Увидимся на занятии. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.